запустила и так нам нужно удостовериться что все пошло сейчас нужно посмотреть на youtube как только пойдет трансляция а так вроде все видно вроде все хорошо сейчас да все отлично ну что я думаю что можно начинать по готовой девчонки не чем поехали привет ребята на связи седжи эрлайс москве бушуют дожди серое небо смурная такая смурная погода лучшее время чтобы лампово собраться пообщаться вместе поучиться узнать друг друга поближе и поделиться своими секретами как в работе так и в жизни меня тут анастасия виноградова я ведущая лайт-стримов у нас сегодня в гостях анастасия мацакевич насть привет привет всем художник по персонажам составляет нам компанию нашу замечательность ведущий это ольга сказкевич оль привет здорово ей ну что мы начинаем ребята анастасия соблюдая наши традиции такого маленького лайт-стрима вот расскажи нам пожалуйста то мы будем делать сегодня и что вообще у нас за концерт такой откуда взялся и почему именно он ну я в общем сидела капец как долго искала все почему можно по концептить и ничего не затронула мое сердечко либо затронула но это уже не на стрим далеко вот и я подумала что надо что-то понакидывать вот я в общем сидела несколько дней что-то набрасывала что-то пыталась придумать а потом у меня прям возник такой образ в голове и вдохновлен он был вообще ванписом внезапно смотрю конкретно там по пропорциям ну возможно не так это заметно нравится как там такая стилистика у персонажа не такие все вытянутые вот ну и в целом по характеру что-то такое пиратская бунтарская вот я еще тебе-то плакалась нарисовала а потом смотрю стрим запись стрима с москвенным юрием да а там концепт такой немножко похож я что-то загналась думаю блин слишком ли это похоже не не отлично лично мне очень нравится что ты сама нарисовала нам концепт так сказать это очень круто всегда круто вот я на самом деле очень рада на что ты пришла потому что когда мы с лизой ездили питер вот у нас с тобой не было возможности один на один так пообщаться вот поэтому сегодня будем нагонять все что можно нагонять спасибо что позвали есть спасибо что пришла настюх давай тебе еще немножко помочь и а вот для тех кто тебя не знает расскажи пожалуйста кто ты вообще такой что ты за человек как ты вообще пришла в 3d я рассказывала что-то из 2d туда пришла ну собственно и по концепту это видно вот как вообще твой путь складывался вот расскажи нам пожалуйста вообще если прям с самого начала идти то я долгое время вообще не думала про 3d что меня сюда как-то занесло довольно внезапно извините окошко открылась холодно ладно вот на чем я сейчас я буду скакать в общем по мыслям тебя занесло да занесло вот вообще я там рисую с самого детства все там школьные плакаты вся фигня все это на мне наш человек да вот но как бы как этим зарабатывать я не понимала потому что не было какое-то наверное какого-то окружения которое бы мне подсказал потому что я из поселка красноармейские в ростовской области такое серьезно я знаю что это за поселок я просто серьезно этого города куда ты его знаешь ну я просто тоже на самом деле из маленького города вот это олька в нас там в минске сидит большом городе у столица как ни крути вот я да я из маленького городишки вот это очень приятно на самом деле узнать что хорошо продолжай продолжай давай вот как ты вообще оказалась то в питере расскажи ты учиться приехала или у меня был долгий путь то есть сначала сначала я я вообще отучилась на архитектора опять же из-за того что я долгое время не знала как можно зарабатывать вообще рисованием творчеством я но больше большей частью мои родители решили что надо идти в архитектурный потому что это это престиж это прибыль как мы знаем не все так радужно этой профессии может быть вот как любой да 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 как и в любой действительно ну в общем архитектура меня никогда не трогала я на третьем курсе поняла что у меня это ну вообще никак не пойдет дальше и сказала родителям что извините я доучиваюсь и что-то буду дальше думать но они это приняли конечно в глубине души они все таки думали что я помнюсь что я смогу там хотя бы чертить чем-то заниматься потому что не зря отучилась пять лет но вообще это абсолютно не мое так что я добила диплом и дальше думала что делать в общем как раз когда я уже добивала диплом я там смотрела параллельно чем можно после него заняться и нашла курсы я могу называть это не будет реклама но такое не безызвестные курсы и у них там был 2d я сначала думала идти именно на концепт персонажей но извините чуть-чуть потише что там у тебя а музончик а музончик чуть-чуть потише то резко так начался и меня сбил вот блин скачу скачу извините пожалуйста порядке мастем ты даже это не переживай на этот счет так так вот я смотрела курсы и сначала думала идти на 2d персонажку но каким-то образом я решила все-таки пойти 3d в 3d и кто-то мне заложил эту мысль кто-то по моему из одногруппников я не все не помню у меня такой мысли не проскакивала но кто-то мне сказал типа вот ее у есть такие вот такие движения можешь попробовать себя в этом и и я попробовала вот я решила пойти все-таки на эти курсы они проходят онлайн на формата не было тогда только поехать так что я поехала в питер и 4 месяца прожила здесь отучилась это ну курс у меня прям конечно здорово помогли потому что у меня были до этого вялые попытки залезть в зебраж но как его откроешь так прям страшно становится и сама я в общем толком не разобралась в нем думаю мне нужен пинок нужно чтобы кто-то потыкал в меня носом мне кажется это просто классическая ситуация вот только у тебя у тебя так было вот у меня тоже так было например признавать ну я на прошлых стримов рассказывала вроде бы что я не очень много походила на курсы в минске типа что познакомились с инструментарием потом ну чел который курсы вел ой как правильно сказать припод ментор ну не суть он очень много сидел и как-то так иногда цинично выражался в духе ну вы ложки сидите типа на курсе бесплатно зайти на чейджи перс и вот я сидела тогда и думала что в этом есть как я и поступила после где-то месяца ну я на самом деле не имею ничего против ну и такого способа как бы если у тебя достаточно усидчивости и в целом ты можешь сам себе организовать чтоб справиться самостоятельно Настя слушай вот у нас чат все-таки просит про курсы давай ладно откроем тайну расскажи нам пожалуйста что ты заканчивала вот расскажи вообще про процесс обучения долго это было ну это были курсы скиллзапа ухты угу вела Лиза Титова очень классно вообще настолько понятно и доходчиво объясняла материал ну отчасти вот это это то что мне действительно надо было чтоб мне прям разжевали угу так что было очень круто вот четыре месяца мы учились четыре месяца угу и у нас в основном был только хай поле вот у нас совсем немного затрагивался процесс остальной ну там ретоп бейк и все и ежи с ним но совсем чуть-чуть в основном у нас нажим был именно на хай поле угу угу вот слушай ну здорово вот курсы кстати это на самом деле очень интересная тема у нас буквально на прошлом стриме разразилась целая война на тему того что нужны ли вообще курсы вот сошлись в итоге на том что кому-то они нужны кому-то они не нужны все зависит от человека да вот вы девчонки что думаете по этому поводу я абсолютно так же думаю согласна так тихонечко ворвалась просто к нам в чат хорошо а где ты сейчас работаешь скажи пожалуйста ты фрилансишь или сейчас сейчас я вот мы с Олей коллеги мы в драгонфлай работаем в персонажники ну про псы а вот второй год я уже здесь и вот вот все как то так коллеги у нас действительно драгонфлай просто выхватывает да вы прям в покемонах собираетесь всех на стримы ну слушайте это же здорово а вы девчонки я так понимаю несмотря на то что вы коллеги вы особо не общались правильно? я вообще долгое время как начала работать я прям ну не знаю мне почему-то тяжело было кому-то написать до сих пор тяжело не знаю почему так ну блин я тебя понимаю на самом деле такой страх а есть мне кажется он всегда преследует вот где-то в глубине души все равно все мы немножечко боимся да 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 вот особенно мне кажется что это актуально по 3d потому что в основном ребята все такие тихие вот усидчивые ну хотя Олька наверное к тебе не относится ты у нас такой живчик очень скажи вот у тебя были проблемы вообще когда-нибудь с этим? слушай вспоминая себя раньше вот лет 5 назад года 4 назад я могла плакать от просто стресса если мне нужно было позвонить куда-то так что нет я не живчик я не живчик вообще ну ты хорошо маскируешься во всяком случае наверное тоже неплохо у нас спрашивает чат Лена Максимова фрилансом занимаетесь? то есть вы вообще не фрилансите правильно? вы просто к студии получается и все я у меня были попытки ну-ка расскажи когда ну это это печальная история это вдвойне интереснее в общем бывает так что по таскам загруз не сильный и я ну как раз у меня был продуктивный год то что я прошлый ну относительно продуктивный потому что я и для себя довольно много сделала там портфолио ну конечно много чего просто валяется незаконченное но тем не менее я прям нормально так скульптила и мне приходил приходили предложения именно фрилансить я сначала не брала не брала потом думаю ну в принципе время есть чё б не попробовать я так взяла пару раз фриланс потом ну короче просто у меня такое отношение было что ну если есть выходные то почему бы их не потратить с пользой зачем зачем просто зачем 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 тратить зачем тратить время на себя если можно поработать вот тут я вообще не согласна с тобой это вообще нет ты понимаешь это раньше у меня раньше у меня блин я сейчас просто туплю немножко нормально мы все немножко тупим мы как истинно метеозависимые люди мы превращаемся в пельмени с наступления дождя поэтому так вот в общем сейчас я пытаюсь закончить мысль все таки давай в общем попробовала я брать фриланс и опять же я свои выходные тратила там на какие то такие штуки вот потом я подхватила ковид в октябре да ладно переболела им и сначала чувствовала себя нормально я все таки думаю что он меня чутка выбил из колеи ну и плюс в целом такая усталость постоянно потому что я действительно просто не умела и не могла отдыхать никуда не выходила и в свободное время ничем именно разгружающим не занималась практически вот и в конце концов фриланс плюс срочные таски по работе равно выгорание да все и я просто просто закончилась вообще совсем и взяла отпуск на месяц за свой счет вот вышла с него и ну да я в март весь отдыхала вообще не скульптила гуляла старалась как раз заниматься тем чем обычные люди нормальные и занимаются выходные и сейчас вот сейчас как раз я понимаю что я вообще как бросивший курить или я не знаю просветившийся какой-то чувак хожу и всем такая ребята отдыхайте ребята не работайте по выходным и чё надо отдыхать все понятно злая темная сторона все-таки тебя проботила боже мой знаешь вот ты просто рассказала про свой опыт у меня примерно то же самое просто произошло ну только без ковида блин ну ковид это такая фигня у нас кстати девчонки в чате спросили от Вилли Лайла а Драган Флай делал в основном стилизацию ну ка не в основном делал стилизацию по моему исключительно по моему только это вот ну хорошо а вы кстати только в стилизации вот Оля я знаю что да только в стилизации работает а ты насть пыталась в реализм или тебе все-таки стилизация ближе ну я пробовала делать скетчи голов у меня есть на стейшене такой сэми реализм а вот прям реализм реализм мне не знаю он не очень интересен не привлекает меня а вот что тебя вдохновляет вот почему вот он тебя не привлекает вот он может быть ты твои любимые игры а не стилизации или вот ну изначально все с мультиков прошло то есть у меня еще были мысли уйти в мультипликацию но но это прям совсем крейзи я не знаю люди кто этим занимается они ну в хорошем смысле они очень крутые это иметь столько выдержки там на 30 секунд анимации потратить столько времени ну это респект да 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 я просто не обладаю такой усидчивостью вот вот у нас в чате прям только что прилетел вопрос что именно тебе нравится в стилизации вот мы как раз таки отвечаем на этот вопрос дружище ты прям залетел вообще я ну не знаю мне очень нравится когда люди такие формы такие формы классные динамичные выдают то есть ну обычное тело оно может там если посмотреть в референс ищешь фотографии как раз привлекают больше фотографии которые полны динамики этой полны жизни так ну но все равно это не то что может позволить себе стилизация не тот уровень кайфа не знаю просто реально очень балдею особенно в анимации со сцен которые прям башку сносят ну например вот какая для тебя самая такая мозгодробительная сцена вот из последних ну например анимационных ну прям самый такой пример это Человек-паук через вселенные там прям вкусненько все живо ну-ка Олька добавь что-нибудь как ты относишься к анимации ну к Человеку-пауку отношусь хорошо блин у меня очень редко такое бывает что смотришь какой-то фильм или анимацию и там ну просто каждая минута это господи в японской анимации есть такое понятие сакуга или как-то так это называется типа такие вот моменты в которые побольше денег вбухали и вот да там прям заметно и вот ты смотришь 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 и потом у тебя сердце падает в пятки дыхание спирает а у меня так было на протяжении всего фильма то есть не знаю офигенно с визуальной точки зрения на мой взгляд ну ну здорово кстати вопрос из чата саша спрашивает что сложнее для анастасии скупить или рисовать анастасия что для вас сложнее ну как бы так сказать именно процесс концептинга кстати я потому все-таки в него и не пошла а потому что это ну это прям сложно чтобы все все сходить почему меня ладно чтоб все детали были на своем месте чтоб все было взаимосвязано это надо прям уметь чувствовать и иметь большую насмотренность вообще много готовиться к этому учиться вот и я пробовала мне как-то не знаю я вот больше если что-то рисую либо это голые девушки потому что там особо придумывать ничего не надо там пластикой все с тобой понятно все ясно вот а если я что-то вот как например здесь попытаюсь придумать именно какого-то персонажа то мне прям действительно сложнее дается это а скульптинг ну наверное он мне потому и нравится потому что пытаешься повторить то что 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 нарисовал классный чувак а у тебя не было мысли например вот вернуться в 2д ты же наверняка ты же отдавала какое-то время но все равно вот были у тебя вообще мыслишки такие или вот 3d one love как свое легло мне прям 3d очень зашло вряд ли я захочу уходить здорово велела спрашивает какой стаж работы у стримера два года два года это вместе с обучением или это вот конкретно по это сейчас два года в студии сколько ты только 4 месяца училась я училась я училась 4 месяца потом так получилось что я уехала в крым и там там как раз я потихоньку потихоньку скульптила для себя и там первая работа которая нормально так пошла и первые заказы мне принесла это вот капитана мели я фан-арт сделала и мне пошли заказики по миниатюрам я делала миниатюры вот и один был крупный заказ ну как крупный для меня на тот момент он был вообще капец что-то крупное это американец он свой комикс делал и попросил ну как попросил заказал у меня для печати короче фигурку персонажа его одного слушай классно и как как взаимодействие прошло вообще блин очень приятный чувак вообще кстати по 3d мне ну я и не так много успела пофрилансить но заказчики всегда были супер адекватные мне прям повезло с этим это классно это классно это классно потому что я знаю что иногда жалуются ребят а вот в 2d как раз в 2d серьезно в 2d там часто у меня было так что люди не понимают что они хотят на выходе а можешь какой-нибудь случай рассказать блин звание такой прям прям вот факап жесткий давай у нас тут у нас все даже олька поделилась своими провалами оля ты помнишь этот прекрасный момент не уверена вот жаль ну и ну и ладно ну и что нам придется заставить тебя сделать это еще раз только расскажи нам короче было еще в универе делала пока я училась я там периодически брала какие-то мелкие заказы порисовать вообще за копеечки и какая-то женщина я не помню то ли это родственница чья ну кто-то из моих каких-то родственников короче кто-то на меня вышел типа вот у тебя что дочка рисует нарисуй нам и в общем попросили нарисовать их в общем у этой женщины две дочки одна прям младшая сколько я не знаю не могу определять на вид возраст ну пусть будет лет семь наверное так так вот а вторая уже там повзрослее уже замужем она потому что фотки в свадебных платьях были как референсы и попросили нарисовать их в образах Анны и Эльзы из холодного сердца типа младшенькая это Анна ой Эльза а старшенькая это Анна и я сначала даже вдохновилась думаю о щас я прикольно как-нибудь сделаю я их стилизую под Дисней и возможно всем все понравится я так и сделала сначала набросала получилось на мой взгляд нормально отправляю этой женщине она пишет что-то вообще не похоже сделай их чуть пореалистичнее а а жнеевскую стилизацию пореалистичнее ну ладно я думаю ну чуть-чуть сделала пореалистичнее совсем чуть-чуть добавила капельку чтобы было окей там чуть побольше похоже на живых людей местных но я присылаю и спрашиваю а тела им тоже типа ну то есть их в целом рисовать более реалистичнее реалистичнее она говорит что нет тела оставить мультяшные и это начало конца то есть уже понятно что хорошо не будет тоже получилось прям жуткая тема мне кажется были недовольны все но мне заплатили это самое главное как бы ну я правда я понимаю что наверное исполнитель должен постараться сделать так чтобы было приемлемо но с таким запросом наверное это было уже как-то не особо реально да вот нас чать пишет обычная история заказчиками с этими сталкиваются ну да действительно прям классическая просто слушай забавно на самом то деле я в тот момент наверняка очень сильно волновалась очень здорово что мы можем сейчас сидеть и посмеяться с этой ситуацией на самом деле это прям мне кажется самое классное хорошо а чем ты вообще в жизни как-то есть у тебя вообще жизнь кроме 3D скажи нам честно вот с этим конечно проблемки я думала ты станешь исключением но к сожалению видимо видимо не судьба да это тяжело себя оторвать от кресла уже мне наконец-то пришло нормальное кресло удобное прошлое было пыточным но все равно я за ним сидела и я теперь прям ну не я все я вот после вот этого судьбоносного случая я прям теперь стараюсь вписываться в любой движ туда пойти туда-сюда погулять погода хорошая Олька признавайся ты тоже прирастаешь к креслу я из него никогда не выходила скажите ай ну нормально я чувствую единение с вами это прекрасно да это прям хорошо но ребята это плохо не делайте так как нельзя так нельзя жизнь должна быть за пределами вашей квартиры вот я ну я привыкла к своему обычному креслу я вам даже немножко завидую девчонки хорошо признавайтесь Олька уже признавалась вот Настюха рассказывай выигры глядишь да причем началось у меня это прям недавно да ладно 3дшник который не играл да я прям почему-то я думала что вы не удивитесь но вы удивились и я не удивлена я тоже начала играть в году такой в 2018 серьезно я до этого на ПК не играла да ладно мне просто не давали ну ладно а ну-ка подожди сейчас вот после Насти мы очень хотим послушать эту историю кто не давал да 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 что там такое ну типа я же еще тогда была не сильно таки совершеннолетняя эти поморители не очень как бы положительно к этому относились ну и я училась к тому же если бы я еще играла то блин у меня бы вообще не было времени на все остальное вот я кстати потому и не интересовалась играми раньше потому что дофига чем занималась ну да типа учеба всякие художки да когда играть собственно тоже если так знаешь давили на продуктивность а игры это вообще не продуктивно а вот как вы считаете девчонки игры это продуктивно или нет вы будете своих детей пинать за игры или нет ну это тоже зависит от случая ну вообще да да я с вами согласна так Настюх продолжай вот тебе это почему в итоге у тебя не сложилось с играми ну как-то не знаю мне было неинтересно я там не то чтобы я хотела я пробовала играть в игры они были ну если вспомнить то я играла в детстве вольфенштейн и короче в сплинтер селл Need for Speed и Суперкорову такие такой набор игр я помню который у меня был и сложные уровни у меня всегда проходил младший брат вот он как раз таки в играх всегда шарил и шарит ну кажется с братьями это вообще классическая просто ситуация да вот а когда я именно начала прям осознанно интересоваться это с выходом пресловутого киберпанка что-то все все хайпили ну думаю ну значит надо попробовать время похайпить тоже и понеслось так подожди получается что с с киберпанка началась твоя любовь да а ну-ка давайте как вам киберпанк признавайтесь то норм ну не знаю я б не сказала что он прям супер отстойный типа как говорится у меня как дальтонику все устраивает все нравится ой ты полностью прошла киберпанк я не играла в киберпанк ты не играла в киберпанк оля не орите меня пошел о нет разборки да не на самом деле тоже такое себе на любителя вот мы тоже киберпанк мы уже затерли просто вот до дыр мы не можем ну ладно уже давненько не обсуждали киберпанк но не вернуться к нему было бы неправильно вот мне интересен феномен киберпанка потому что насколько я знаю сейчас в него уже мало кто играет да да я тоже типа ты поиграл как будто ну перенасытился и больше не хочется в него заходить вот и это странно потому что киберпанк был одним из самых ожидаемых событий его столько ждали столько было истерик вокруг него там Киану Ривз выходил на сцену и там люди чуть ли не знаю плакать не начинают вот столько всего было вокруг и прошло ну вот когда он вышел кто помнит ну полгода уже есть наверное да или чуть меньше зимой прошлого года он вышел ну да да вот ну полгода предположим вот и про него все забыли как вы думаете с чем это связано? ну не оправдал ожиданий типа непропорционально большой хайп да да ну в целом да в целом да в целом да хорошо а какие ваши любимые игрули? признавайтесь во что сейчас играете? диско и визиум и и что за игра то расскажите? я знаю про него но я в него не играла текстовый РПД я чуть не скипнула его было очень сложно начинать в него играть а про что вообще? что там за сюжет? давайте немножко спойлеров ты играешь за копа просыпаешься в луже собственных излияний после бурной ночи у тебя вообще все плохо похмелье но ты коп и тебе надо исследовать убийство загадочное попутно узнавая вообще что происходит потому что ты ничего не помнишь забавно забавно а ну-ка кстати девчонки у нас прилетел вопрос в чате спанч дружище прости я хлеб я могу неправильно читать твой ник вот я надеюсь что я служу твоего прощения что лучше программирование или моделирование куда лучше пойти в плане геймдева хороший вопрос надо спрашивать кого-то у кого есть опыт и в программировании и в моделировании к сожалению я без понятия я думаю что даже Лиза нам не подскажет здесь вот Лиза ты можешь нас спасти и выручить нас к чему душа как бы лежит туда и иди наверное ну что я наверняка могу сказать программирование в любом случае это востребовано это модно сейчас поэтому если ты любишь точные данные спанков вот спасибо дружище буду знать теперь как ты читаешься вот то если тебе это нравится то почему нет если ты более творческий то наверное в 3D девчонки ну да звучит разумно можно я стараюсь вот так что да мы не программисты дружище прости прости Катя Мерчак у нас спрашивает как попасть в геймдев Катя привет мы с Катей кстати и даже Антон Чейкин так вот мы все работали во Врумгеймсе и ничего себе я VR игры приложили а почему работали что а почему работали что случилось ну я в Драгонфлай потом а я кстати там работала концептером и вот и там же и поняла что что то что то все таки это не совсем то что я хотела бы делать но работа была классная как бы блин извините я только заметила что я случайно убрала отсюда а не скопировала локон ладно прошу прощения нормально так вот там было классно то есть это вообще здоровский опыт короче было здорово но концептить все таки это не мое а вот как вы думаете девчонки почему концепт ну опять же это мое мнение вот если я не права то поправьте меня пожалуйста у меня почему то сложилось такое впечатление что концепт сейчас очень очень популярен вот это так Сделали вид, что не было этого вопроса Да он, наверное, всегда был популярен Ну, возможно, подходы меняются к нему В зависимости от веяния модных А какие сейчас модные веяния? А ну-ка, девчонки, просветите нас Ну вот, любовь, смерть и роботы Задали, наверное, стилистику Так, Олька уже высказывалась по поводу смерти, любви и роботов А ты что думаешь? Ты первый сезон смотрела весь, да? Да И как тебе? Ну, витнес, конечно, просто самое сердечко Наверное, как и у многих Классно, что там и знакомые нам ребята были Ну, Россия вперед Это про последний эпизод, что ли? Блайнспот, по-моему, да Вот Ну и я, кстати, забыла фамилию Короче, он классный художник Мне нравится тоже его стиль Ну, наверное, блин, мало Ну, точнее, там еще разброс по стилистикам был прикольный А вот второго сезона, если вы видели трейлер Дизер трейлер Ну, короче, там как-то больше 3D Хотя, опять же, против 3D я далеко ничего плохого не имею Но хотелось бы и 2D чего-нибудь поприкольнее Ну, посмотрим Интересно его дождаться-таки И посмотреть, что они вообще туда вкладывают Вот этот сезон Вот Смогут ли они переплюнуть, так сказать, первый Вот Очень на это надеюсь Потому что существует тенденция, что Вторые части, они немножко хуже, как правило Вот, хотелось бы верить, что Все-таки будет наоборот А у нас вопрос от X-Mater 3D Как часто персонажникам приходится делать пропсы? Девчонки, делитесь опытом Довольно часто Ну, пропсы, кстати, я, ну, опять же Меня они особо не тяготят Потому что Зачастую это часть персонажа Та же одежда Может считаться за пропс Вполне себе Или какой-то элемент Кстати, вот в этом плане Хороший вопрос Где, как бы, заканчивается Грань Начинается пропс А вот давайте, кстати, поговорим на эту тему Вот, что вы Что вы думаете об этом Это действительно интересно? Ну, потому что, например На проекте, где я сижу Как бы большая часть работы Это все-таки шмотки И редко, когда это лица Иногда это чисто рюкзак на персонажа Иногда это Да, хочется больше такого чего-то Человеческого, что ли Простого человеческого Лица Но это не так часто попадается Да, да Не так часто Ну, то есть это нормальная ситуация Что одного персонажа собирает несколько человек Потому что я знаю, например Что среди новичков Есть такое мнение Что вот пропсы, например Часто делают разные люди А персонажа вот собирает кто-то один Ну Доверяют Самому скилловому Делать что именно И, допустим, собрать Фул персонажа Со всеми его там Агрессами Это надо прям Быть прокачанным нормально так Новичку такое вряд ли дадут Окей Ну, а как, кстати Ладно, наверное, тупой вопрос Но всё-таки Что Вот Как определяют Самого скиллова Это опыт работы Или Вот Что Что служит критерием Твоей Профессиональности Скажем так Особенно в стилизации Ой, ё-моё Ну, попасть Попадание в концепт Ну, в смысле Прям В стиль Автора концепта Чтоб там всё было Прям Прям как на картинке Короче Вот Ну, и, наверное, скорость исполнения Качество исполнения Тоже Немаловажно А вот Кстати, девчонки Скажите Бывает так, что Человек Например Хорошо что-то делает сам Но при этом Вообще не попадает в концепт Или наоборот Вот он шикарно делает По концепту А начинает что-то делать Вот сам своё И получается Вообще жизнь какая-то Как часто Такое бывает? Бывает ли? Ну, я вот вообще Не умею Как бы Из головы делать У меня все мои Недоделки Которые чисто Из головы Потому и недоделки Потому что На ходу Придумывать Там Сто раз Всё поменяется И уже непонятно Что ты изначально Хотел делать Ну Да Есть Есть такое дело Я считаю Что надо Заканчивать Вот Тогда Когда ты Попытался начать Если не пошло То Лучше уже Не возвращаться Вот Делать что-то позже Но по новой Вот Не знаю Насколько это Рабочий вариант Вот Это уже Мне кажется У вас Надо спросить Как это работает А кстати Настя Много у тебя Незаконченных моделей Вот у Ольки Она нам рассказывала По секрету Что много Прям так Нормально А почему Не закончила Скилла Не хватило Усидчивости Ну Когда ты Еще там Начинала Например Скилла Не хватило Нет Скорее Не хватило Как раз По идее То есть Хватайся Я У меня возникла Какая-то мысль Вот Когда прям Спонтанно Быстро возникает Я иду Скульптить Потом Бывает так Что просто Времени уже Ну Короче Ты оставляешь Ту работу Потому что У тебя Нет времени И Она лежит Настаивается А у тебя Может уже Там и настроение Какое-то другое Ты Смотришь на эту работу И Она уже Ну Вообще В твои вайбы Грубо говоря Не попадает И Как бы Полностью Ее Переделывать Потом Ну Такое Себе Ну Да Да В целом Да А кстати Были у вас Такие модельки Которым вы Все-таки Возвращались Я К ним Возвращаюсь Но Но Они Лежат Просто То есть Я их Переделываю Ты Смотришь На Нее И Понимаешь Что ты Уже Так Не хочешь Продолжать Это дело В таком Духе Хочешь Как-то Переделать Но Короче Это все Долго В общем Они у меня Лежат Потому что Теплится Еще надежда Что я К ним Вернусь И Переосмыслю Может быть Их Как-то Олька Тоже Надежда Теплится Но Как-то На практике Я очень Летко Возвращалась К тому Что Обычно Если Оно Забросилось Что Это Все Ну Да Да Наверное Лучше Либо Заканчивать Либо Не Заканчивать Потому что Немножко Если Не Закончилось То Уже Значит Не Судьба Да Либо Так Ну Может быть Прям Тебе Идея В душу Так Запала Вот У меня Раньше Так Было Я Вообще Рисую Руками И Вот Когда Я Была Младше У меня Прям Дилеммы Были На Эту Тему Я Прям Хранила В своем Сердце Образ Вот Но Все Это Осталось В прошлом Давайте Немножко Вернемся К чату У нас Там Уже Вопросики Накопились Ребят Я Все Зачитаю Вот В этом Не Обижайтесь Если Вы Не Слышите Свой Вопрос Я Так Буду Тихонечко Походу Почитывать Вот И Кстати По поводу Джона Рэмбо Джон У тебя Технический Вопрос Ребят Вообще По всем Техническим Вопросам То что У меня Там Не Получается Или Куда Нажать У нас Есть Группа Вконтакте И Канал Дискор И Там Люди На Как бы Безвозмездной Основе Вызываются Помогать Другим Вот Я считаю Что Такие Порывы Нельзя Игнорировать Поэтому По всем Техническим Вопросам Давайте Сразу В Дискорд Там Есть Специальные Ребята Которые Ответят Буквально На Все Что Вы Хотите Знать Кстати Мне Тоже По Началу 3D Деятельности CG Алайз Прям Как Помогали Ой Приятно Здорово Сама Группа Это Вообще Прям Кладись Видите Настя Одобряет Еще Бы Так Что Иногда Я Думала Что Ну Захожу В группу И Думаю Блин 3D Какие-то Отбиты Что Почему Ну Не знаю Как-то С другой стороны Я понимаю Что и в 2D Можно быть Настолько Вот прям Настолько Увлеченным Именно Тем Что ты Делаешь Что Прям Вокруг Просто Ничего Больше Не Замечать Только В этом И у Тебя Мысли Только Об этом Типа Там Короче Мне Даже Иногда Немного Завидно Завидно Ну То есть Хочется Иметь Такую Нотку Одержимости Типа Вот Все Я Сделаю Я Буду Сидеть День И ночь Совершенствоваться Это Да Это Прям Я Буду Смотреть Все Туториалы Я Буду Вообще Абсолютно Все Делать Все Программы Да Да Я Такими Людьми Действительно Восхищаюсь Которые Могут Сесть И Вот Каждый День По Десять Часов Просто Фигачить Это Прям Я Считаю Страшные Люди Избегаю Их Избегаю У вас Кстати Есть Знакомый Случай Или Может быть Вы Сами Девчонки Что Человек За Очень Короткий Срок Очень Очень Больших Результатов Достиг Вот Как Вы Считаете Ну Если Такое Было То Расскажите Как Вы Считаете Как Это Получилось Вообще Возможно Ли Это Вообще Обычному Человек Да Думаю Возможно У меня Мало Знакомых Поэтому Нет Как Базы Для Статистики Да Ладно Тебе Как Так Сложно Сказать Ну И Ладно Прогрессы Не в Очень Короткие Сроки Это Хорошо Главное Что В конце Сказали Хорошо Ну Да Это Факт Тут Я С Вами Полностью Соглашусь Потихоньку Главное Не сравнивать Себя С другими Это Важно Это Прям Такая Чисто Нобичковская Штучка Мне Кажется Очень Многие Ребята Которые Только Начинают Они Прям Адски Страдают Из-за Этого Знаешь Мне Кажется Не Только Совсем Новички От Этого Страдают Это Что Это Я Сравниваем Ой Все Началось Не Я пытаюсь Этого Не делать Потому что Я прекрасно Знаю Что я Какаха И любое Сравнение Оно Ни к чему Хорошему Не приводит Не в второе Усло пошли Да Давайте О хорошем У нас Кто-то В чете Спрашивает Как Делать Такой Воротник Как На Концепте Мы Все Ну Как Анастасия Наш Стример Все Все покажет Все нам Расскажет И Покажет Да Ладно Я так Постепенно Буду А то Я сейчас Перепрыгну Вообще Блин Мне кажется У меня Какие-то Странные Методы Скульпта Так что Делайте Как вам Удобно Ну Вот Ты знаешь Я уже Говорила Это на Прошлых Стримах Повторюсь Сколько Художников Столько И методов Я еще Ни разу Не встречала Сколько У нас На стриме Было Гостей Никто Не скульптит Ну Скажем Так Так же Как Предыдущий Или Гость Или Как Грядущий У всех Какие-то Свои Фичи А что Значит Правильный Скульпт Ну-ка Не Я не имею Ввиду Правильный Но Как будто Существуют Методы Сделать Это Как-то Оптимизировать Короче Быстрее И Не через Одно Место Нормально Все Нормально У нас Вопрос В чате От Атикина Как хорошо Вы знакомы С HR У меня Ищущего Работу Складывается Ощущение Что это Крайне Неприятные Люди Ну-ка Девчонки Скажите Про свой опыт Общения С HR Ни разу В жизни Не приходила На работу Через Через Серьезно А как Подожди Ну то есть Тебе Ну Не тебе Разве Писали Не предлагали Работу Ну Предлагать То Предлагали Но Типа Как-то Все работы На которых Я оказывалась Более Не через HR Окольными Путями Сейчас Понятно Теневой Игрок Это значит Да Настя Скажи Про себя Это Тоже Как-то И не вспомню Не Не Вспомню Ну Моя Самая Первая Работа Была В Издательстве Как раз Иллюстрации Для Детской Развивающей Литературы Дела Но Недолго Потом Я как раз Переехала В Room Games В Питер И Туда Как раз Через HR Наверное Я и общалась И Вполне Себе Было Очень мило Подожди То есть Ты в Питер Переехала По работе Получается Да Тебя забрали Да Здорово Здорово Действительно здорово Как тебе Питер Ну По сравнению С Ростовом Я просто Прям В восторге Было Первое Время Потому что В Ростове Испепеляющая Жара Это Невыносимая Да Есть Такое А здесь Прям Климат Мне Подошел Северянская Все равно Не выйдешь Несмотря На солнце Все равно Ветер Промозглый Это Сложно Поверить Ты Либо Просто Какой-то Адский Морш Мне кажется Либо В Питере Действительно Классная Погода Ребята Лето Ничего Ну с ландшафтом Я вообще Не работала И Как раз Ну В целом Энвира Это Не мое А почему Не твое Тебе просто Не нравится Или Вот как Может быть Не сложилось Ну мне Это И Опять же Все Ноги Растут Из универа Там Все что Было Связано С архитектурой С Зарисовками Города Это все Было Страдания И мучения Мне это все Прям И не нравилось И не давалось И не хотелось Вот А все что Уже там У нас Пару курсов Были Зарисовки Человека Тут было Классно Мне кажется Все таки Есть Люди Которые Могут Все И это Классно И которым Это нравится Но Мне например Нравится Больше Парсенажка И вот К Энвар Я вообще Как-то Прохладно Отношусь Про псы Еще норм Я кстати Не дочитала Вопрос Вот Давай я дочитаю И мы вместе Подумаем Есть ли какой-то Старт в этом плане Как например Программирование Синтекс языка Или лучше Выбрать одно Направление И стараться Развиваться в нем Несмотря на То как Трудно развивать Скилл Есть понимание Что в персонажке Требуются он Дескилловые ребята Но Дружище Скилловые ребята Везде Требуются Да Я посмотрела Как не скилловый Программист Будет работать Факт Факт Ну Девчонки Как вы считаете С чего Надо начать учиться Давайте попробуем Ответить на вопрос Мне кажется Надо Ну Легче пойдет то Что тебе нравится То есть Понять Чем тебе нравится Заниматься И Ну если это Про псы Там оружие Не знаю Что-то в этом роде То На нем И учиться Оля Как ты считаешь Ну В общем-то Да Потому что От темы Как бы Инструментарий Будет зависеть Типа Что Если там Ты собираешься Делать Хардсерфейс Такой Лютый То Это Может и не с браша Вообще Стоит Начинать Вообще Надо Определиться Действительно Что ты хочешь Потому что Как сказала Оля Все учиться Зависит от софта Так что Это прям Принципиально Важный вопрос А ты в чем Кстати Насть Работаешь Кроме Зебры Стыдно Сказать Заинтриговала Ну Но Я Пока что Вот Only High Poly Как бы Я понимаю Что мне Надо продолжать В ретоп И я Чуть Его Знаю Но Пока что Прям Полноценно С ним Работать Я Не могу Ну Слушай Зато Какие High Poly Я Прям У меня Была Конечно Такая Прям Розовая Мечта Что Торг High Poly Буду Делать Ну Вот Так Да Это Вообще Круто Это Так Слушай А ты Всегда Занималась High Poly Или Я Делала Еще Mid Poly На Один Проект Как Раз Там Что То Смежное С Ретоп Приблизительно Вот Ну И Все Я Сейчас Очень Нубский Вопрос Задам Но Я Вот Никогда Не Сталкивалась С Mid Poly Это Что Такое Вообще Ну Средней Плотности Сетка Ну Там Для Аниматиков Скорее Всего А Ничего Себе Это Оно Прям Так И Называется Mid Poly Это Не Какое Местное Название Нет Это Так Да Ничего Себе Слушай Просвещаемся Просто Открываешь Нам Глаза Да Я Сама Узнала Только Об этом Когда Начала С ним Работать Ничего Себе Здорово Ну Это Была Такой Типа Там Стилизация Крайне Простая Была Но Сам Процесс Построения Сетки Уже Конечно Не назовешь Простым Даже Учитывая Что Персонажи Такие Не Не Шибко Это Факт Сложная Факт Слушайте А вот Расскажите Это Очень Интересно Поднимали Уже Вопрос Как-то На Предыдущих Стримах Но Мне Кажется Это Стоит Того Чтобы Обсудить Это Еще Раз Вот Ты Говоришь Что Ты Делаешь Только High Poly Правильно То То Есть Получается Студия Ты Так Хорошо Их Делала И Студия Закрыла Глаза Что Ты Например Допать Не Можешь Или Как Вообще Когда Я Устраивалась Там И 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 Человек Который Будет Делать High Poly И У Кого Художка Развита Вот Работы В Стилизации То Есть Как Раз То Что Нужно Было На Проект Вот Ну И В целом Я Со Стилизацией Работаю Ну То Если Ты Хорошо Скульптишь Но Не Умеешь Там Например Литопать Или Там Какие Будь Не Знаю Ну Это Зависит От Запроса Студии Как Сейчас И Нам Надо Чтобы Скульптора Могли Делать Все Остальное Я Просто К тому Что Шанс Есть Шанс Есть Я Сама Не Ожидала На самом деле Что Такое Может Быть Оля Ты У нас Все Делаешь Да Насколько Я Не Насколько Хорошо Упажу Чисто Хай Поле Чтобы Меня Чисто За Хай Поле Брали Куда Да Ну Что Ты Не На самом деле Мне даже Не Предлагали Мне Сказали Типа Луполе Будешь Делать Я Такая Ну Да Буду Нормально Нормально То есть У меня Особо Таопса Не Было Ну И Нормально Да Не Здорово Здорово Вопрос От Сергеевича Крупные студии Помогают С переездом Вот Настюх Как раз Таки Вот Скажи Там Пожалуйста Подробнее Про свою Ситуацию Как Вообще Это Происходило И Была Ли Какая Вот Прям Вот Именно Прям Помощь Может Быть Как-то Жилье Помогали Снимать Ну Это Это Небольшая Студия Была Ну Не Знаю Как Сейчас Но Была Это Такая Прям Маленькая Уютная Студия Вот Поэтому Я У меня Был Запасик И На него Я Переехала Вот А Наверное Какие-то Круглые Крупные Студии С этим Помогают Спирософт Вроде Помогает Своим Сотрудникам А вот Как Вы считаете Честно Ли Это Вот Вырывать Художника Из Своего Города Из И При Этом Вот Ну Как Даже Не пытаться Помочь Какую-то Помощь Ну Я Честно Говоря Под Таким Углом Не Смотрела На Этот Вопрос Я Сейчас Не Как Б Не Кидаю Камень В Ничьи Огород Абсолютно Да Я Понимаю Вот Мне Просто Интересно Я Как Человек Который Еще Никогда Не Переезжал По Работе Вот Несмотря На Что Если Человек Переезжает По Ну Скажем По твоему Требованию То Наверное Было бы Логично Как-то Ну Способствовать Этому А Оказывается Что Так Получается Не Всегда Да А Почему Требованию Типа Это Ну Если Тебя Студия Вызывает Например Говорит Давай Мы Тебя Забираем Не Ну Ты же Можешь Согласиться Можешь Не Согласиться Сказать Похрена Ребята Либо Заплатите Мне Зарплату Чтобы Я Мог Снимать Квартиру Вести Достойную Жизнь Либо Никуда Не Потащите Так Работает Я Не Знаю Я Сижу В корне Родители О чем Речь Наверное А Вот Кстати Бывает Такая Ситуация Что С тобой Слезуется Студия Например Говорит Мы Тебя Короче Хотим Я не знаю В Москву Перетащить Санкт-Петербург Там Я не знаю Куда Нибудь И Господи Хотела Задать Вопрос И Так С таким Этузиазмом Начала Я его Задавать Что Даже Забыла Сам Вопрос А Вот Собственно И ты говоришь Я не Перееду Студия Отстает Как Правило После Таких Вот Заявлений Или Все Таки Если Там Ну Пытается Как-то Тебя Удержать Но На Расстоянии Вообще Без Понятия Если Честно Тоже Ну Вообще Сейчас Многие Удаленно Работают Так что Может Что-то И не Проблема А В чем Тогда Смысл Держать Свой Офис Сотрудников Как Вы Считаете По Сути же 3D Это Такая Работа Ей Может Статься Где Угодно Сидя В любой Точке Мира Знаешь Все Ровно Когда К тебе Например По Работе Тво Элит Подходит И Вы За 5 Минут Все Решаете Это Все Таки Чуть Попроще Чем Когда Полдня Созвона Ждешь Например Ну Тоже Верно Тоже Верно Вот Кстати Прилетел Вопрос Про Dragonfly Девчонки XMater 3D Насколько Сложная ТЗ Персонажников Dragonfly Берут ли Джуна Персонажников Они Берут Бестестовый По Молу Да У тебя Есть Тестовый Период Типа Ты Работаешь И там Уже По Результатам Этого Периода Да Так По Портфелю Смотрят Типа Если Хорошо То Ничего себе Не знала Не знала Это реклама До конца Примечается Ларбируем Тут Все Почему Нет С другой Той стороны Ну Да Почему То Нет Мне Вот Очень Интересно Девчонки А вы Можете Ну Вот Настя Расскажите Какими Проектами Вы Работали Не могу А Не Я могу Сказать Который Уже Вышел Ну Да Да Darksiders Genesis Ей Вот Там Парочку Про псов Сделала Ольга Мой Проект Как бы Вышел Давно Сейчас Его Поддержка Идет Но Меня Просили Не Говорить Вот Как Интересно С чем Это связано Мне Просто Интересно Ну Не знаю Попросили Ладно Хорошо Ладно Окей Вопрос От Сергеевич За П платят В полном Размере Во время Тестового Периода Ну Там Какая В договоре У тебя Ту И Заплатят В общем Ребята Пока Не Попробуйте Не Узнаете Так Что Все На Своем Опыте Пожалуйста Это Здорово На самом деле У нас Реально Очень Много Ребят Из Dragonfly А Как Вы Считаете Почему Dragonfly Он Настолько Я Даже Не Знаю Как Спросить Как Много Проектов Он Выпускает Ну Он Сам Ничего Не Выпускает Это Как Б Вендор Ну В смысле Мы Поняли О чем Я Не В 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 Не В В В В Мне кажется, что просто вокруг CGI-лайса сложилась комьюнити, которая, ну, по большей части, по стилизованной персонажке. Да, да. Ну и, как бы, это именно то, чем занимается Dragonfly, поэтому просто так вот контингент пересекается, что ли. Ну, может быть, может быть. Она действительно очень много стилизации. Вот. А вот, кстати, вот как вы считаете, девчонки, стилизация, она сильно... она сложнее или легче реализма? Ну... И в чём? Вот в чём легче, а в чём сложнее? Я уверена, что у стилизации полно своих подводных камней. Ну, хорошую стилизацию, наверное, делать так же сложно, как хороший реализм. Факт. Факт. Хреновую стилизацию, хреновый реализм делать одинаково просто. Ау! Это факт, да. Эта фраза просто от девиза. Сегодня что-то была, я считаю. Пойди. Это факт. Это факт. Хорошо, ну давайте поразмышляем на эту тему. Правда, интересно. Блин, ну, действительно, повторить концепт, ну, если ты делаешь по концепту стилизацию, это прям многого стоит. Не знаю, просто иногда даже, в смысле не даже, а у меня возникают трудности с передачей того или иного элемента на концепте 3D. Вот. Так что это прям надо уметь мочь. А вот, кстати, Настя, как часто у тебя, в принципе, бывают такие моменты, когда ты, ну, не назовём это, тупишь? Назовём. Ну, хорошо. Как часто ты тупишь на боте? Ну, бывают такие моменты, когда я, например, делаю-делаю, мне кажется, что всё ок, а потом скидываешь лиду, и он смотрит и типа, блин. Ну, ты понимаешь, что это очевидные вещи, и как ты мог их не заметить? Вопрос такой. Но, наверное, на то лид и лид. Вот. А так ещё зависит от усталости, в целом от общего состояния. Потому что такое. Я спрашиваю потому, что многие ребята, ну, по крайней мере, вот, как мне лично удалось пообщать, почему-то считают, что если человек работает в студии, это значит, что вот он всё умеет. Вот всё умеет. Вот посади его, он, я не знаю, тебе слепит человека, дерева, динозавра, я не знаю, там, робота, вот кого угодно. Вот так ли это? Нет. Так что у нас есть шанс, ребята. Всё нормально. Главное верить в себя, и всё получится. Вопрос от Евгения Деброва. Какой должен быть у Джуна портфель, чтобы взяли в студию? Ну-ка, ребята. Нормальный. Нормальный норм портфель должен быть. Расскажите о своём портфеле, когда вот вас взяли на свою первую работу. Что там было вообще? И остались ли эти работы сейчас в портфеле? Да, у меня всё осталось. Осталось? Ничего себе. У меня как раз было не так много работ на тот момент, кстати. Но они как раз были именно вот в той стилизации, которая нужна. А, ну-ка, смотри, вот я сейчас открыла твое портфолио, у тебя три папки, я зашла в 3D. Вот какие из них ты можешь назвать первой работой из всего? Ну, как раз, ну, вот они самые первые, наверное, последняя, которая была на тот момент, это бюст женщины строгой такой, с воротником. Да, вижу. Powerful woman. Здорово. Харизматичненькая такая получилась женщина. Вот. Это тоже из башки. А вот расскажи, а почему ты её оставила? Потому что многие, вот Оль, ты тоже готовься, сейчас будешь рассказать, почему ты удалила, собственно. Вот. Многие с ростом скилла как раз-таки пытаются избавляться, так сказать, от своих старых работ. А ты вот, видишь, наоборот, сохранила, и тебе это даже на руку, я так понимаю, сыграло. Правильно? А вот как ты поняла, что её не надо удалять? Так, там же как раз, ну, там в целом не так много у меня работ было, поэтому она дополнила очень хорошо коллекцию, так сказать. Ну и сейчас я её не стала бы удалять, потому что, ну, во-первых, да и рост виден, какой-никакой скилла. Вот. Ну и она мне нравится. Не думаю, что она прям стрёмная вышла. Ольга, ваша очередь. Ничего тёплого про свои старые работы сказать. Всё с тобой, понятно. Ну, у меня всё было пусто вот до апреля прошлого года, так что... До апреля прошлого года? Ничего себе. Так долго? Ну, публичное, в смысле. А, а. Я в папку-то что-то собиралась на компе, но, типа, ростейшн пустой стоял. Понято, понято. Нормально. Угу. Окей, а вот, кстати, девчонки, как вы считаете? Вот Настя только что сказала, что вот виден рост. А я вот слышала мнение о том, что некоторые люди, они специально составляют портфолио таким образом, чтобы можно было увидеть текущий уровень. А когда, так сказать, уровень типа растёт, и это заметно по портфолио, некоторые заказчики воспринимают это, ну, не знаю, что... По настроению. Вот сегодня ты классный скульпт сделал, а вчера вот у меня, видите, тут какой-то три полигона. Вот так это или нет? Не знаю, как-то даже не задумывалась об этом, если честно. Не, ну, когда у тебя там, ну, возможно, объективно прям слабые работы, тогда их, наверное, стоит удалить, чтобы не портить картину. Угу. Хорошо, давайте порассуждаем, что такое слабая и сильная работа, вот особенно стилизация. То, что концепт, мы уже поняли. Хорошо, давайте про техническую часть. Да, вот, кстати, в стилизации прям супер важно, чтобы чистенько всё было. Чистота скульпта. Угу. А что ещё важно? Выразительность, может. Угу. Да, как раз. По стилизации. Угу. Как вы учились выразительности? Вот ты, Настя, сказала, что ты, скажем так, архитектор такой вот условный. Я, кстати, тоже учусь на архитектуре, там приятно знать, что нас много. Вот. Тебе это дало какую-то базу, вот, понимание, что такое выразительность? Или всё-таки ты это вот хватало какие-то вот знания уже по ходу непосредственно обучения в 3D? Я, да, больше по обучению. Ну и плюс я долгое время же только рисовала. И в рисунке, конечно, ну если посмотреть на работы тех лет, там никакой выразительности речи быть не может. Но очень помогают насмотренность в этом плане. Да, даже те же мультики смотреться, аниме, я не знаю. То, что стилистики тебе нравятся и там, где выразительные... Ну как раз вот язык выразительности, он такой. Оля. У меня немножко выпал из головы вопрос. Выразительность. Слушай, подожди, ты же ещё не учишься нигде, правильно? Или учишься, Оль? Уже не учишься. Уже не учишься. Я два года назад отпустилась из своей шараги и с той поры работаю. Ага, и ты не собираешься получать высшее, ну вот, полное высшее образование, правильно? Очень интересно, как бы... Давай как есть. Ну вот у меня очень много моих однокурсниц как бы пошли высшее, скажем, учебное заведение, именно художественное, но... Типа, если там смотреть по дисциплинам... Ну не знаю, я на тот момент уже как бы начинала работать, мне 3дшка очень нравилась. И как-то перспектива 6 лет прописать маслом или порисовать, или там полепить из глины меня не сильно радовала. Ну есть такое, да. Есть. Как бы... Не сильно благоприятная финансовая обстановка в семье, you know. Угу. Угу. Ну, я так понимаю, что пока что ты не планируешь, правильно? В принципе, всё хорошо и так. Да, вроде. Ну здорово. Слушай, это вопрос о том, что, ребята, нужно ли иметь высшее образование в 3д. А вам это не нужно, но ваши родственники вас будут за глаза быдлом называть. Если вам это нормально, то... Ну и пушь чай. Я смотрю, ты смирилась. На самом деле нет, я надеюсь, что никто никого не называет. Никогда. Ну вот, и правильно, на самом-то деле. А вот, кстати, вот в самом начале, Настя, ты же сказала, что ты сделала фан-арт. Напомни, пожалуйста, на что? Вот с чего у тебя началась вот карьера твоя, грубо говоря? Ты сделала фан-арт на какую-то... Капитан Амелия из... Капитан Амелия. Да, да, прости, пожалуйста. Да, да, прости, пожалуйста. Вот. Я, кстати, да, я его вижу. Вот она у тебя есть. Ты её тоже не удалила, да? Пусть лежит. Может быть, когда-нибудь удалю. Угу. Угу. А скажи, пожалуйста, вот ты сделала её специально? Ну, как бы пытаясь... Может быть, была волна какой-то там, не знаю, памяти планеты сокровищ? Нет, нет. Или просто... Просто я очень люблю этот мультик. Как раз... Мультик классный. Персонажи вообще... Это тот Дисней, который мы потеряли. Короче, ну вот, в частности, она такая прям выразительная кися. Я... У меня не получилось, на самом деле, вот тоже, если смотреть, прям, показать всю её выразительность, в общем-то. Вот. Но мне понравилось над ней работать тогда. Угу. Угу. И она, в общем-то, мне. Вот, фан-арты. Кто спрашивает, если вдруг на чём подниматься? Оля, ты делала фан-арты какие-то? Ты бустовала с них или нет? Хайповала? Дайте-ка вспомнить. Вот просто очень интересная тема, на самом деле. Вот, фан-арты. Вот, действительно ли они настолько... Как бы так спросить? Неужели они настолько помогают? Вот. Стоит ли не закрывать на них глаза и действительно пытаться делать какие-то фан-арты? Может быть, попытаться действительно хайпануть? Я знаю, что леди Димитреску делали. Ой-ой-ой. Ну, мне кажется, это должно от сердца, прежде всего, исходить. Да. И хайп ради хайпа. Да. Потому что, ну, видно, когда ты не вкладываешь в это душу, что ты просто, ну, реально ради хайпа. Ну, зачем? Ну, слушай, ну а почему нет? Не, ну можно, можно. Это ведь один из путей достижения цели. Я ж не запрещаю, просто, когда ты делаешь это от души, тебе самому приятненько. Что ты такой, такую дань уважения, грубо говоря. Угу. Тоже верно. На чате Игорь Черепанов пишет. Родственникам можно показать доходы от 3D и сравнить с их зарплатами. Они сразу перестанут отзываться. Ну, или так. Нет, не работает. Не работает? Ха-ха-ха-ха. Ну, ладно. Ха-ха-ха-ха. Чё-то не работает. Нормально всё работает. Ну, что с маминой подруги и образованные блога получают. Ну, да. Тут с этим... Это контраргумент, который просто... Ну, его невозможно. Да, рай. Не поболешь никак. Угу. Есть такое. Иксмейтер 3D спрашивает. Был на сайте Dragonfly, а вакансий по 3D нет? Не там смотрю. Слушай, я думаю, что как раз таки не на сайте. Да, они обычно... Какой-то не стрим или клава Dragonfly. На Headhunter? На Headhunter, да. Да, да. В принципе, я вообще знаю сайтов, где вакансии ищут, ну, вот прям вот там, где есть, так сказать. Поэтому я думаю, ребят, что стоит обращать внимание сразу на платформы, которые этим занимаются. Кто-то у нас спрашивает. А какие есть технические требования к модели? Она же делается под анимацию, какие есть нюансы? Типа, делают с закрытыми веками, открытым ртом и т.д. Или как это происходит? Как это происходит? Да, проект зависит. Да, там у них свои технические требования обычно. Ну, например, можете какой-нибудь проект перевести, что они будут рассказать. Вот. Ты и Настя и Оля. Давайте поучудим. Проект не приведу, но недавно в Твиттере наткнулась на тред, где просто художник приводил примеры того, как можно сделать руки и пальцы, типа, на модельке. Так. Там просто было очень много вариантов. А, позы, Т, позы, там, прямые пальцы, какие-то пальцы, чуть-чуть присогнутые. То есть, мне кажется, что это все, типа, приходишь на проект и дают документацию, как просят, так и делаешь. Вот. Угу. Окей. То есть, кому-то, да, нужно, чтобы глаза были там закрыты, все максимально выровнено, там, максимально прямое, и рот там, и пальцы. Угу. Угу. Ну, то есть, зависит от конкретного случая, правильно? Ну, да. Угу. 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 А вот, ой, ты сказала про Т-позу. Вот, мне интересно. Я, опять же, слышала, вот, хотелось бы это вот у вас либо опровергнуть, либо подтвердить, что от Т-позы начинают отказываться полностью, потому что, ну, при анимации, соответственно, возникают проблемы с плечами, вот, вместо сустава, получается. Клечевого. Да. Не то, что возникают проблемы, а просто, типа, тяжело, как тебе сказать... Говори как мне. Например, персонаж с какими-нибудь наплечниками, как ты его будешь скользить. Угу. Типа, что во внешний, скажем, вид попасть, наверное, сложно. Из-за того, что эти руки помняты. А так-то рикать-то будет проще. А-а-а. Ну, да. Да. А вот, кстати, можете рассказать о каких-нибудь нововведениях, которые вы застали, девчонки? Ну, вот, типа, например, я не знаю, вот год-два года назад они делали вот так что-то, а сейчас вот они делают это вот так, вот как с Тепозой, например. Ммм. Были какие-то вещи, которые, в которые вам приходилось, например, переучиваться на ходу. Ну, типа, вот раньше вот так вот это всё происходило, а сейчас это вот вообще совсем не так происходит. Не такой большой опыт, чтоб сказать. Да, у меня тоже. Угу. Ладно. Это старожилов нужно спрашивать. Ну, запомним. Будем спрашивать. Хе-хе-хе-хе. Хорошо. Расскажите тогда, вот, Настя, особенно к тебе. Олька уже отстрелялась по этой теме. Расскажи какой-нибудь забавный случай, связанный с твоей работой. Ну, как бы, без имён, разумеется, не будем. Ну, я могу рассказать историю вообще, которую я рассказываю везде. Ну-ка. Про работу как раз в RunGames над VR-проектом. Давай. В общем, мы тогда тестили штуку одну. Сейчас. Туплю. Тестили. Сейчас, 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 сейчас. Вот, короче. Была, придумали такую штуку. Типа, вот, в игре есть щель. Блин, как это называется? Между землёй, блин. Всё, поплыли. Землёй чем? Подожди, мне интересно. Избивайся. Ну, как, 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 как вот пространство это, чтоб не упасть туда? Да. Хорошо. Вот. В общем, и в игре, то есть в очках, ты видишь там дощечку. То есть она есть и там, и в физическом виде она лежит на полигоне. Так. Вот. И мы как раз тестировали, как это вообще будет проходить, как, насколько это юзабельно, и вообще какие, какие, какие могут быть реакции у тех, кто приходит играть. Так. А, как бы, ну, я не так часто тестила, и вообще, когда я первый раз начала там играть, я просто визжала, кричала, я не ожидала, что я, ну, что меня это впечатлит так. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Честно. Я думала, типа, ну, вяр, вяр, чёрт, ну что, ну что, нет, я прям очень впечатлилась. И как раз, когда мы пошли тестить, я такая думаю, ну, сейчас будет нормально всё. Я-то уже привыкшая. Но эта дощечка меня сломала. Ха-ха-ха-ха! В общем, я смотрю и, ну, реально, я же понимаю, что это, ну, не по-настоящему, что там ничего нет, это просто дощечка. И если я там мимо неё оступлюсь, ничего не будет. Тем не менее, я становлюсь на эту досечку, она довольно тонкая была. Я на неё становлюсь, она пошатывается, я с неё соскальзываю и со смирением улетаю в пропасть. Просто, ну, я приняла это. И я упала. Прямо очками в пол бетонный, а просто ребята в этот момент, они даже не видели, что я... Они просто там что-то у экранов сидели, у мониторов, и что-то там болтали, смотрели. А на меня они обратили внимание только в момент, как раз когда поняли, что игрок куда-то устремился. А ты только в шлеме была, да? Ну не, во всём оборудовании. Вот, у меня тоже есть такая прям очень позорная история про VR, потому что у меня друг работал раньше в одной компании, не буду называть какой. И меня пригласили на закрытый тест, игру, которую они собирались выпустить. И, господи, я там так опозорилась. Я тоже думала, что я такая, VR бывала, короче. Как приду, как чекуля их всех там положу, там всех этих монстров. Вот, в итоге я орала и материлась так, что, короче, меня не приглашали больше в этот компанию на тест. Это было ужасно, мне до сих пор стыдно. Серёга, прости меня за это. Если ты здесь, прости, мне стыдно. Олька, как у тебя с VR сложилось, расскажи. Вот, если честно, у меня не сложились отношения с VR по той же причине, по которой они у меня не сложились с 3D и кинотеатрами. Ну-ка. У меня где-то лет 11 назад очень сильно упало зрение на одном глазу, и... Оу. На меня просто не работает вот этот стереоскопический эффект, и неприкольный. О-о-о-о. Блин. Слушай, ну, я надеюсь, это можно поправить, или... Ну, можно прооперировать, но... Мне как бы жить не мешает. Ну, тоже верно. Я просто... Всё, что связано с глазами, для меня это ужасная боль. Мне кажется, я не буду их оперировать, даже если я буду умирать. Просто. Страшно? Адски. Ужасно страшно. Ну, и, к сожалению, зрение продолжает падать. Угадайте, из-за чего? Правильно. Компухтеры эти ваши. Потому что, да, не надо, ребята, целыми днями сидеть, уперевшись в компухтер. Это плохо. Надо хоть иногда отвлекаться. Хотя бы иногда. Как вы, кстати, отвлекаетесь, девчонки? Бывает? Ну, наверняка бывает такое, что вы просто уже не можете сидеть за компухтером. Я говорю, кидерам. Выхожу гулять по своему ночному району. Угу. Не боишься? Да чего бояться? Вот я бы, например, не рискнула. Ну, хотя у меня и район такой. Тут днём страшно гулять. А тут это, ну... И, как бы, знаешь, если там во встречу идут какие-нибудь подвыпившие мужики, так становится немножечко неловко. Думаешь, блин, зря я это затеяла. Но так, нормально. Тоже верно. Тоже верно. Кто-то у нас спрашивает в чате. А вот тема со зрением. Есть ли мониторы, очки специальные или какие-то упражнения? Кто-нибудь что-нибудь делает с этим? И как помогает? Ну-ка. Я каждый раз так же, как у меня со спиной, например, типа, я, вот, ну да, надо что-то делать, я понимаю, да, нагрузка большая, конечно, да. Чё-то, чё-то как-то надо с этим, ну и всё, и вот на этих словах всё и заканчивается. Я знаю, что есть гимнастика для глаз. Я всё это прекрасно понимаю, что нужно вставать, там, поприседать, например, вообще, посмотреть вдаль. Поприседать? Чего? Разогнать всё. Ну, это не для зрения. А-а-а, ладно. Это лишь просто кровь разогнать. Я думаю, может, какая-то новая скрытая техника, о которой я не знаю, что это вообще такое. Ну, вообще, да, ребят, очень много чего существует, вот, но, короче, не берите с нас пример, не надо. Да, так, может, заботьтесь о себе. Да, себе надо заботьтесь. Немножко лицеберненько звучит, потому что сейчас я такая, заботьтесь о себе, вот, и завтра вместо спортзала пойду, куплю себе какие-нибудь, я не знаю, блошек, потому что блошек — это святое. Но не будьте как мы, и да, о себе надо заботиться. Чем здоровее вы будете, тем больше шикарных проектов вы сможете сделать. Правда, вот, ей-богу, все, кто что-то может в 3D, почему-то они о себе не заботятся, ребята. Я не знаю, как с этим связано. Это очень грустно. Кто-то говорит, а давайте прямо сейчас выделим 5 минут этому полезному делу. Дружище, ты, это, ты давай тут. Йога-паза. Ты там, это, поосторожней с такими заявлениями, пожалуйста. Это выше наших сил. Мы бы с удовольствием выделили, но мы ленивые жопы. Давай будем чистым. Но ты сделай. Вот я сейчас встала, потянулась. Ну, я так не знаю, что... Ладно, давайте потянемся все вместе. Тоже потягиваюсь. Анастасия, поддержите нас, пожалуйста. Мы писали, мы писали. Наши пальчики устали. О, у меня аж спина хрустнула. Да. Чё, хороший совет. Ребята, потягивайтесь. Это прям, прям то, что надо. Олег Симоненко пишет. Чтоб не падало зрение, надо монитор на разное расстояние периодически переставлять от глаз. Ох, дружище. Если бы. Мы периодически просто со стула не можем встать, а тут надо подвинуть монитор, отодвинуть монитор. Это не, это техника слишком сложна для нас. Целая наука. Целая наука, да. Попробовать работать периодически стоя. О, да. Но, блин, чё-то я не уверена, что я смогу так. Вы чё, ребята? Есть, по идее, столы, которые можно... Ну да, да. Поднимать, да, да. Вы, кстати, пробовали вообще? Или это так просто, на уровне идеи? Пока на уровне идеи. Ага. Интересно было бы послушать, потому что я вот вообще не представляю, как это можно... Не, ну вот, например, там в универе вы, может, Настя, тоже там у мольбертов стоя работали? Ты знаешь, когда как. Мы вообще стоя работали со скульптурой. Да, у нас была скульптура, и она происходила исключительно стоя. Вот, рисунок у нас практически всегда был сидя. Вот, у нас просто очень длительный рисунок, вот, у нас там по 6 часов периодически вот такой вот. Вот, поэтому, ну, не вариант, конечно, чтобы стоять. Просто я помню, перед поступлением я участвовывала в Олимпиаде, и там далеко не всем... Ну, я вот, честно, не помню. Либо не всем стульев хватило, чтобы сидеть, либо просто реально все стоя рисовали, и это вообще жесть была. Я ещё как, не знаю, с какого-то перепугу надела сапоги на каблуке. Красиво, я такая стою, офигеваю потихоньку. Это была катастрофическая ошибка просто. Это была огромная ошибка, до сих пор помню. Ощущения. Я тоже на этом напоролась, и поэтому исключительно всё, что связано с учёбой, и возможностью как-то окрести физически только в удобной одежде всегда. Вот, это важно, ребята. Особенно удобная обувь. Никогда не было таких проблем, потому что хожу в кроссовочках. Кроссовки — это вообще one love. Я не знаю, как можно ходить не в кроссовках. Да. Просто не понимаю. Всем кроссовки, ребята. Просто то, что надо. Мы вот пока болтали, ты уже, смотри, уже волосы доделала, считай, уже и лицом и начали делать. Круто? Что ты собираешься, кстати, следующее делать? Сразу на куртку перейдёшь? Да вот я думаю. Я просто за кадром пробовала тестово в позу поставить. Так, очень. Когда это ты успела? Ну, до стрима. Нет, ну в смысле не в тот период, пока мы настраивали ОБС и ждали стрима. Ну, это понятно. Вот, в общем, и я думаю, либо мне сейчас ставить её в позу и потом на ней делать куртку, либо сразу вместе с курткой. Это уж ты сама решала. Да, я вот думаю, как будет лучше. А как легче? Вопрос. Просто делать всё вместе в транспозе, ну, в этой вот штуке, транспоз мастер, в ней не всегда прикольно и быстро это делается. Вот я думаю, либо уже асимметричное тело сделать по-быстренькому, там, немножко наплевав на анатомию, например, прикрывшись стилизацией, в общем-то. А вот, кстати, девчонки, вот как, так сказать, проповедчики стилизации, вот скажите, как часто недобросовестные, так сказать, ребята, они закрывают глаза на анатомию, прикрываясь стилизацией? И вообще допустимо ли это стилизацией? Ну, то есть прям вот жёсткое отступление, или всё-таки должно быть, ну, соблюдены какие-то каноны, и как на это реагируют вообще другие студии? Ну, слушай, мне кажется, что это только такие новички-новички. Ну, да-да. И я не думаю, что они это сознательно, там, типа, вот, я не буду знать анатомию, потому что я в стилизации работаю. Я думаю, не в этом дело всё-таки. Прям новички-новички, или всё-таки какие-нибудь низкобюджетные ребята? Не, прям новички-новички. Прям новички-новички. Ну, возможно. Возможно. А какие, кстати, у вас были самые распространённые ошибки, когда вы были новичками, девчонки? Есть у вас вот такие какие-то моменты, знаете, на старых работах, например, вот такие, попытались к ним вернуться, открыли взебра, и спрашивают такие, блин, что за фигню я слепила вообще. Ну, это больше в плане, возможно, именно художественного восприятия, там, у тебя, может, как-то и вкус поменяется даже за несколько месяцев, и ты думаешь, что ты бы уже сделал тут всё по-другому, по-другому бы обыграл. Ольга? Сложно сказать насчёт работ визуально, у меня больше, на первых порах, были пробелы, скажем, в вопросах, которые со скиллами связаны, с организацией, там, с вот этим всём. У меня, в смысле, были посильёзнее проблемы ещё с художеством, так что... Сложно, скажи об этом подробнее, что за проблемы, и как ты с ними справилась, в конечном счёте? Да, просто выросла. Ну, нет, интересно, рассказывай, нормально. Не, серьёзно, а какие именно проблемы были? Ну, типа, очень хреновое планирование, во-первых. Во-вторых, мне было очень тяжело работать с людьми, то есть, как-то согласовывать что-то по времени, вот по этому всему. Ну, то есть, только опытом и возрастом ты это перебил, получается, правильно? Ну, да, типа, что как-то себя пересиливать, пытаться разговаривать там со всеми адекватно, добиваться, что ли, какого-то хорошего исхода разговора, а не так, что, я там что-то не получается, я буду сидеть, обняв голову, и плакать, вместо того, чтобы кому-то... Да, просто вовремя обратиться. Да, вот с этим были очень серьёзные проблемы, и как-то на фоне, на их фоне очень тяжело вспомнить именно художественные проблемы, вот. Ну, бояль спросить, это прям, да, это действительно прям жёсткая штука. Ну, я надеюсь, что мы все рано или поздно её переборим. Тут только время, наверное, поможет, время и работа. Ну, да, да, так и есть, так и есть. А вам кто-то помогал, Настя, тебе помогал вот кто-то лично, вот, курсы, это понятно, вот был ли у тебя, ну, условно назовём это, ментор, который тебя там как-то подтачивал, подстёгивал, фридбэк давал, может быть, помимо твоих курсов, которые ты заканчивал? Ну, кстати, когда я только начинала, мы с Антоном Чейкиным общались на этот счёт, вот, он мне там подсказывал всякие лайфхаки, вот прям, не знаю, года три назад было, как раз тут пока начинала путь. А вот Катя с как раз прошлой работы, вот, она мне периодически подсказывает. Ну, как-то вот, возможно, я больше обращалась, но тут из-за стеснительности, типа, попросить фидбэк как-то, стесняюсь, вот, поэтому я сама-сама сидела, сидела. А вам часто прилетают такие вопросы? Часто очень, прям, не знаю, меня бомбит, потому что часто это происходит некорректно. Что значит некорректно? Ну, типа, привет, смотри, вот, короче, такое дело, что скажешь? Ну, да, ребят, так делать не надо. Это действительно некорректно, очень правильное слово ты подобрала. Вопрос от Спанкла. Есть ли хорошие менторы среди ваших знакомых, которые бы могли взять новичка? Дружище. И есть. Мы тебе не скажем. Да ладно. Да ладно. Ну, не, тут надо понимать, что, ребят, что такое ментор? То есть, у человека должен быть интерес. Ну, мне, например, повезло. Мой ментор — это мой очень хороший друг, который в меня вкладывает, как бы, вот, просто вкладывает. И я это ценю невероятно. Вот, но вообще, как бы, практика менторства, она подразумевает какую-то ценность у ментора в вашем обучении. И, как правило, это какая-то финансовая сторона. Ну, естественно, никто тебе за бесплатно менторить не будет, по крайней мере, хорошо. Да, да, да. Так что, как бы, если менторство подразумевается вот просто вот, потому что я пришел новичок и возьмите, я думаю, что, наверное, так, ну, не прокатит. Опять же, если у вас есть друзья, которые прям шарят, как у меня, вот, то тогда, ну, можно что-то об этом поговорить. Я знаю человека, который платно берет. Ну, я знаю многих людей, которые платно берут. Ну, вот, это как бы... Так что, я думаю... Продолжай, прости. Давай ты. Я думаю, что такой вопрос лучше... Вот. От феи. Я только пыталась сформулировать мысль, и в чате меня прямо передили. Как найти себе ментора, и как его выбрать, если так можно сказать. Я считаю, что нужно найти художника, который тебе нравится, который тебя восхищает, и просто спросить у него напрямую, наверное. Вот. Так, девчонки, исправьте меня. Да. Но, опять же, лучше это корректно делать. Да, главное делать это корректно. А ну-ка, расскажите, что такое корректно? Давайте поразмышляем на эту тему. Вот. Это, на самом деле, больная тема. Я почему спрашиваю? Я знаю, что вот бытует такое мнение, что 3D-сообщество, оно очень злое. Вот. И я считаю, что это не так. Потому что у меня с этим проблем не было никогда, и не было его потому, что... Ну, я так считаю, я всегда была приветливой, очень вежливой. И я всегда старалась уважать мнение человека, к которому я обращаюсь. И не было в моей жизни еще ни разу, чтобы мне отказали. Вот. А вот, как оказалось, многие люди, ну, может быть, ну, опыта не хватает. Общение с мемперами. Вот. Не у всех это получается с первого раза. Давайте вот попробуем обозначить. Как нужно приходить к человеку с просьбами о помощи? Ну, давайте я начну. Я считаю, что нужно быть вежливым, вот, в первую очередь. Конечно. Вот, то есть, не просто такое, вот, смотри, моя работа, вот, что ты думаешь? Я ничего не думаю, потому что это незнакомый человек, и ты ему вообще-то как бы не очень нужен. Давайте будем честны, ребят. Вот поэтому. Знаешь, можно так вот зайти издалека и сказать, типа, вау, чувак, обожаю твои работы. Мне вот понравился вот такой-то, такой-то момент. Было бы офигенно узнать, как ты это сделал. Да. Если можно, конечно, да, спасибо большое. Предпочтиться, да. Вот, кстати, хороший совет, действительно, зайти издалека, ребят, потому что... Но не сильно издалека. Да, ну, слушай, ситуации бывают разные, но вообще, на самом деле, если ты просто по-человечески сможешь как-то доверие к себе вызвать, я думаю, что потом просьба о менторстве, тем более за какое-то вознаграждение, я думаю, что, ну, как бы это, вполне себе уместный будет разговор со временем. Вот, Игорь Черепанов нам советует, к Паченкову идите, он хороший мужик и недорого берёт. Оля пишет нам в чате, Костя Чуланов вроде менторит, вот напишите Косте, почему нет, я думаю, что... Если даже вам откажет, то нормально откажет. Но он про это точно не говорил, вот. Ну, по крайней мере, я думаю, что стоит спросить ребятам. Адфейн у нас, как бы, дополнять свой вопрос. А как быть, если он работает в крупной студии? Да, дружище, даже если он просто мастерище с мировым именем, спроси, как бы, язык в тебя до Парижа доведёт. Простите меня, не помню точно эту пословицу, но спрашивай. За спрос не берут. Да, за спрос не берут. Ответят здорово, не ответят, ну ладно, ну, как бы, мир-то не рухнет от этого, правильно? Видела вопрос. Вот, нам, кстати, советуют. Казимир Чак, собственно. Можно иногда находить комьюнити в тематических чатах и там найти менторов друзей. Да, 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 ребята, чаты, сообщество, каналы. Попробуйте в СиДжей Лайсов, я думаю, что здорово будет. А вы, девчонки, кстати, менторите, нет? Нет, конечно. У меня на это ресурса не хватит. Я вот там помогаю человечку. Просто по дружбе, вот. Ну, потому что я хорошо знаю человека, вот и всё. А чтобы прям... Не возьмусь. Слишком ресурсозатратно. Ресурсозатратно. А если будет вознаграждение? Даже за... Вот, опять же, блин, нет. Я уже за вознаграждение, ну, с тем же фрилансом. Вроде бы ты ж не просто там сидишь, что-то делаешь, ты это делаешь за денюжку. Но денюжка может вылиться потом. Да, согласна. Я согласна. Потому что, если человек чувствует в себе такой жажду просветительства, то почему бы и нет? Да, да. Я не чувствую. В чате написали, что чат это для экстравертов. Чувак, нет. Да. Чат это убежище для совсем отчаявшихся интровертов, у которых нет ассоциальной жизни. Так что... Вот я, кстати, не могу сидеть в чатах. Не знаю. Ну, это специфично, согласна. Но я считаю, что все-таки избегать их не стоит. Вот. Потому что, действительно, чаты иногда очень много дают. Ну, по крайней мере, мне, например, дали. Мне тоже. Да. Даже больше не по скиллам, а по какой-то эмоциональной подпитке, которой... Да, да, да. ...ни ровно не было. Вот. Не, это здорово и важно, на самом деле, окружать себя не только... Вот, там, я вот ментор себе нашел, и вот я с ментором сижу. Важно окружать себя такими же ребятами, как и ты, для того, чтобы вы друг друга, ну, подпитывали, наверное. Вот. Как вы считаете, девчонки? Ну, да, почему и нет. Хорошо, если так получается. Да. Да. Вопрос в чате от Ивана Виноградова, однофамилец. Работая в студии, часто ли приходится жертвовать качеством модели для того, чтобы успеть в дедлайн? Или время не в запасе? Ну-ка, девчонки, расскажите. Не во время успеть и качественно сделать. Это не так, что... Блин. Не знаю. Короче, это вопрос с подвохом, так сказать. С подвохом. Ну, вот, потому что надо делать и качественно, и быстро, ребята. Я думаю, что... Я сказала, что не нужно там лепить зубы пару часов, и какие-то мелочи, типа, на них зацикливаться, нужно все, как бы, успеть, но... Не нужно жертвовать при этом качество. То есть нужно как-то грамотно, что ли, свое время распределить. А что вы думаете, кстати, насчет персекционирования? Ну... Наверное, в меру норм. Если он работать не мешает, и продуктивность не убивает, то почему? А так, когда это, ну, прям до каких-то нервных расстройств, то уже это не очень. Ну, мне кажется, в стилизации, наверное, это прям особенная проблема, потому что стилизация, она очень ровненькая, действительно, скульт должен быть очень чистым. Все такое должно быть прям, ну, идеальное, и мне почему-то кажется, что прям должно быть много заморочек. Ну, в том плане, что, по моему мнению, ребята часто вот этим страдают. Вот вы так не считаете? Да ладно, мне кажется, реалистично персонажем можно там грумить до бесконечности. Это тоже верно, это тоже верно. Ребята в чате, вот в частности, Билл Харик, там, технические вопросы зачитывать не буду, ребят. Вот, просто чтобы не было обид, вот, я не считаю. Да! Отличный ник, боди. Кто-то у нас спрашивает, ладно, попасть в студию каждый может, а как попасть к вам на стрим? Это тайна. Но ты можешь попробовать написать мне вконтакте, мы обсудим с тобой этот момент. Вот, так что, да, вот так вот. X-Mater 3D спрашивает у нас, а персонаж на концепте байкер, бодибилдер или просто куртка большая? Куртка оверсайз, как сейчас модно. Да. Кучо. Да. Я, кстати, сразу поняла, так что не надо тут, дружище, не надо. Вот у меня штирце тоненькое. Как раз. А вот ты, кстати, кого чаще делаешь? Девушек или парней? Вот, блин, не знаю, с мужской анатомией тяжко как-то. С девчонками попроще. Вот это очень забавно, потому что у меня, например, ровно наоборот трудности. То есть я мужиков фигачу просто вот прям, ну, как бы, вообще нормас. А когда до девушек заходит, это прям вот жуть какая-то. Это очень интересно на самом деле. А ты, ну, как долго ты училась, прежде чем у тебя... Сколько моделей, короче, фигур ты сделала, прежде чем у тебя вышло что-то адекватное? Сейчас, извините, у меня тут кошка. У тебя есть котейка. У тебя есть котейка. Как зовут твою котейку? Миша. Миша, это мальчик или девочка? Это Мишель, но мы её так не называем. Настя, господи, у моего отца кошка, её зовут Вася. Василиса. Василиса, да. Да, 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 классика. Называется Вася или Васенька. Они это... Как это называется? Слово вылетело. Забейте. Родственные души, в общем. Да, да, не говори. Да, нормально. Все мы иногда... Чудим. Вот у нас в семье меня принято называть Стасом, поэтому... Почему? А, Анастас? Ну, она Стас, Анастасия, да. Вот, как-то оно вот так вот повелось. Вопрос от кто-то. А что если хочется делать стилиз... Ой-ой, пропала. Если выходит постоянно реализм. Ты чего-то... Я пропала? Да, локопуду. На семью. Прошу прощения. Надеюсь, что меня хорошо слышно. Да, сейчас слышно все. Отлично. Тогда еще раз попробую зачитать вопрос. Стойдусь без происшествий. Кто-то пишет. А что если хочется делать стилизацию, сажусь за зебру, начинаю скопить и выходит постоянно реализм. Типа я пытаюсь придерживаться анатомии и выходит что-то анатомическое, но не стилизованное. Девчонки. Я очень понимаю. Признайтесь в том, что латентный реалист. Это... Я вот как раз... Вот даже при эскульптинге, ну вот когда я болванку тела делала, изначально она у меня получалась слишком анатомичная. И прям усилие надо приложить, чтобы заставить это все заработать в стилизации. Ну вот, надо уметь упрощать, но не теряя той же анатомии. Ну, я так понимаю, это тоже навык, который со временем приходит, так сказать. Да, да, со временем. Да, поэтому терпение, ребята. Все будет, надо только делать. Добрый день, нам пишет. Может быть, мужскую фигуру легче делать, ибо там все погрубее и косяки не так глаза бросаются. Все подумают, что так и задумано. Это не так, дружище, я считаю. У мужской фигуры есть свои фишки, и если ты делаешь мужскую фигуру, это не значит, что у тебя при войне выйдет хорошо. Как вы считаете, девчонки? Ну, да, во всем надо уметь и знать, с чем ты работаешь. Да, это факт. Вот. Кроме того, вот, пожалуйста, здесь сижу я. У меня не получается женская фигура. Ну как? Не фигура. У меня не получается конкретная женская часть. Я уже ныла об этом. Такая? Вернее, я не могу делать грудь. Она меня просто доконала. Это причина, по которой я, возможно, вообще никогда больше не буду женщин делать. Ну а это референсы? Ну я понимаю, на меня уже, это, знаешь, поглядывают косо на количество моих референсов, потому что ко мне тут заходят люди, а я просто сижу, у меня куча вкладок. Они такие, и что тут делаешь? Я говорю, да не, не, ничего, все нормально рассматриваю. Вот. У меня либо какой-то адский силикон получается, либо, ну, совсем не сексуально, как говорится. Вот. Так что, ну, каждому свое. Ах, нормально. Сергеич у нас спрашивает, где проходит та тонкая грань между стилизацией и реализмом? Кстати, очень хороший вопрос, давайте порассуждаем. Да, она не тонкая, наверное. Хотя... Такое бревно. Хотя... Я очень хочу услышать ваше мнение, давайте. Кто начнет? Вообще, если так смотреть, ну, если даже, например, на живопись. Можно ли считать всякие штуки, типа, импрессионизма в какой-то мере стилизации? Да, определенно. Но... Это, на самом деле, философский очень вопрос. Тогда реализм просто это что? Это гиперреализм. По идее, как бы, какие-то приемы стилизации даже художники-реалисты используют. Да я не знаю, если на скульптуры смотреть, то Роден тот же. Можно сказать, что у него там некоторые вещи стилизованные, но... Например. Ну, то, как он волосы, лица изображает. Это, в принципе, списать на стилизацию, по-моему, можно. Типа, что он прядочки же не вылепливает. Обобщает какие-то вещи. Возможно. Возможно. А вот... Не так не увеличивает, но все-таки, например, что-то обобщает. Вот. Не знаю. Не знаю. Может быть. Настя, что ты думаешь? Ну, блин. Действительно, вопрос интересный. Вот что я думаю. А вы конкретно сейчас про реалистов? Я что-то немножко мысль потеряла. Грань между стилизацией и реализмом. Вот Игорь Черепанов нам в чате подсказывает. Вот это не грань, это градиент огромный. На одной стороне реализм, на другой стилизация. Ну, да, что-то в этом есть. В разной степени. Даже упражнения есть такие, ну, как я видела. Когда там супер реалистично, потом ты как-то чуть-чуть упрощаешь, упрощаешь. И в разной степени получается. Ну, блин, опять же, даже если посмотреть на мультфильмы разные. Ну, там, по стилистике они-то тоже разные. И степень упрощения, степень стилизации тоже у всех разная. Угу. Согласна. Согласна. А вот, кстати, давайте вернёмся, девчонки, к вопросу о том, что хочешь стилизацию, а получается реализм. Как вы учились, какими принципами пользовались, и как долго у вас ушло на то, чтобы у вас получилась какая-то более-менее адекватная стилизация? Ну, у меня прям реализм никогда и не получался. Хорошо. Даже в универе на натуре у меня она всё получалась стилизованная. Хотя мы и не учились стилизовать. Угу. Стилизованная архитектура, что ты имеешь в виду? Я? Просто, ну да. Не, не архитектура, а натура, натура. А, натура, натура. Да. Прости, пожалуйста. Прости, я немножко прям это выпало. Не, про архитектуру можно вообще не спрашивать меня. Угу. Угу. Вот, кстати говоря, у нас в чате тут завязался небольшой диалог. Игорь даже говорит, что стилизация намного сложнее реализма, потому что в большей степени требует художественного подхода и стиля. Ну да. Ну, что-то в этом есть, наверное, да. Я не хочу обижать реализм. Вот, я думаю, что они все-таки в равной степени сложны, но в стилизации, да, там художественный подход важен очень сильно. Прям вот кардинально важен. Если его не будет, то я думаю, что проблематично все это будет. Ну, кстати, премьер абсолютно свежий. Ходили с ребятами на выставку здесь как раз в Питере проходит Манеже. Манеже, недвижимость, русская недвижимость, короче, я забыла название выставки. В общем, там собраны работы российских скульпторов. И сколько бы не было там реалистичных работ, крутых, ну, потому что реально это мастерство. Но запомнился нам всем один скульптор, который делал прям уже около такое стилизованное, гипертрофированное местами. Грубыми мазками такими. Павел, Павел... На Т фамилию я забыла, к сожалению. Плохо у меня с этим. Вот, в общем, он нам всем запомнился, и в каждом зале мы узнавали именно его работы. Ух ты. Алло. Алло-алло. Все здесь? Меня не было слышно? Да. Не было, не было. Блин, ребята, простите меня, пожалуйста. У меня небольшое ЧП произошло. Прошу прощения. Все в порядке? Все нормально. Я каким-то образом умудрилась немножко пролить чай на компьютер. Я надеюсь, что он будет жить. Ребята, не совершайте мои ошибки. Не ставьте... Не заносите чашку. Очень далеко над ноутбуком. Это может плохо кончиться. Ух. Да, я что-то немножко, честно говоря, это... Вот. Простите меня, пожалуйста, ребята. Фух. Я выпала из мысли. Напомните, девчонки, какая была последняя фраза. Я знаю, что это я должна делать, но у меня ЧП, правда. Простите, пожалуйста. Все, я снова с вами. Стилизация. Угу. Стилизация. Ну, я надеюсь, что мы ответили на этот вопрос, дружище. Кстати, по поводу курсов. Опять же, вижу вопрос от кто-то. Спрашивает, что скажете по поводу курсов? Насколько они помогают и можно ли справиться без них? Как у вас с этим дела обстояли? Мы уже, кстати, отвечали на вопрос про курсы. Девчонки делились, чем они, собственно, что они заканчивали. А вот такой вопрос. Кроме чего-то официального. Вот. Вы проходили, может быть, тутеры какие-то? Может быть, поделитесь с нами ресурсами, девчонки? Какие-то группы ВКонтакте, может быть? Или вот есть что-то такое? Насколько этично делиться с пираченными тутерами? Ну, да. Это философский вопрос, Ольга. Очень философский. Давайте все-таки за официальное попробуем что-нибудь поговорить. Можно купить курс... Господи, как он называется? Creating Appealing Characters от Дилана Экрена. Вот. Хороший курс. От Mold 3D Academy или как-то так называется? Вот, там диснеевский чувак. Ну, скульптор из Диснея. А, я поняла... Я знаю, что это за курсы. Это хорошие курсы, да. Можете купить. Хороший курс рекомендуем. Кстати, действительно хороший курс, ребят. Олька, напиши прямо в чат, пожалуйста, название. Кисти бесплатные. В принципе, художник хороший. Если найдете, подпишитесь. Олька, можешь прямо написать, пожалуйста? Это, действительно, хорошая штука. Советую. Советую. А пока что вопрос от Евгения Деброва. По поводу реализма. Как думаете, MetaHuman от Эпиков ускорит поплайн? Понятия не знаю. Я тоже. Мы, кстати, вот буквально на прошлом стриме говорили о MetaHuman. Вы пробовали вообще, девчонки? Нет. А видели, как она работает? Да, конечно. Ну и что думаете вообще? Какие прогнозы можете дать? Ну, прикольненько. Не боитесь, что она лишит всех нас работы? Нет. Почему? Может, те, кто в реализме работает? Чуть-чуть и как-то... Ну, слушай, с другой стороны, а кто сейчас... Вручную там всякие опоры лепит или там с нуля лепит людей? По-моему, сейчас сканы обработаны. Практически везде. Может быть, даже ускорить людям работу? Типа дорабатывать, скажем, грубые результаты из... Ну, да, как вспомогательный инструмент. Да. Ну, вообще, да. Согласна. Я тоже считаю, что не скоро ещё она оставит нас без работы, потому что... Ну, хотя, блин, действительно, девчонки, вы же стилизацию делаете. Но вообще, ребята, любую нейросеть надо настраивать. Поэтому даже если она и оставит нас без работы, как бы всегда будут нужны люди, которые смогут её правильно заставить работать. Так что... Всё нормально. Вот, кстати, Михаил Бочков нам ещё написал канал Russian CG Tutorials. Знаю, этот канал, кстати, хорошенький. Тоже можете позалипать. Вообще, ребят, чат, если есть у тебя какие-то ресурсы, конечно же, официальные, если ты понимаешь, о чём будет. Вот, поделись, конечно же. Вот, это будет всем нам большая-большая плюшка. Я до сих пор заикаюсь, потому что я пытаюсь тонкой салфеткой просунуть её между кнопками мыши на компьютере и вытащить оттуда чай. Я надеюсь, что, господи, всё это пройдёт хорошо. Я больше не буду так делать, это ужасно. Наказано. Что ты сейчас, кстати, делаешь? Устёг, покажи. Сейчас тут чуть-чуть подетализирую, потому что пока что у меня прям сильно блок-аут, ну всё. Олька, я не слышу восторженных звуков. Это же зубы. А, зубы. Я молчу, сижу и улыбаюсь. Знаете об этом. У меня даже как-то ответственность какая-то перед мастером. У тебя тут зубной ценитель настоящий. Поэтому, да, да. Кстати, какая у тебя любимая часть тела? Вот Олька у нас зубов фанатеет. А что тебе доставляет прям классную удовольствие? Дайте посмотрю. Не знаю, блин. В целом классно с телом работать. Вообще с телесностью. Это интересно. Не скажу, что есть что-то любимое. Интересно, окей. Я люблю, кстати, вот ту массу именно набрасывать. Вот просто сидеть и прям вот кисточкой елозить на планшетике и получать от этого определенный кайф. Я люблю черепов. Черепа? А зубы как часть черепа, которая видна. Ну да. Ты много, кстати, черепов-слепиловок? Да не то чтобы. Ну просто вообще такая история. Типа в прошлом году я в онлайне позанималась в скульпт-арте. И, боже, не жалею, что я отвалила за ту версию, как бы, курса, где Александр Спиридонов вел. Вот, кстати, к вопросу про менторов, очень классный. Да, я тоже бы хотела. Да. И, в общем, его любовь к черепам, к анатомии очень заразительная. Как бы, после его оверпейнтов, после его фидбэков очень хочется сидеть и тоже анализировать все это, обрисовывать. Вот. Угу. Интересно, интересно. Кстати, да, скульпт-арт. Не знаю, что у них с оффлайном, но онлайн у них классный. Рекомендую. Вот, блин, на оффлайн прям очень хочу сходить. Именно ручками все поделать. Да. Слушай, а ты же в Питере? Да, я думаю. Ты же по статье можешь. Да, но я вот все никак не соберусь. Подождите еще раз, еще раз. Это что такое? Ну-ка, подождите. Курсы по скульптуре. Курсы по скульптуре. Ага. А вот, кстати, хороший вопрос. Девчонки, как вы считаете, насколько важно уметь в жизни скульпты для того, чтобы делать хороший скульпт в Зибраша? Или это все-таки два разных навыка? Да. Ну, разница есть. Мне кажется, опыт лишним не будет. У меня опыта по скульптуре традиционный. Ну, как такового нет. Там у нас было несколько пар по пальцам пересчитать в универе. И все. Угу. А кто-то нам, кстати, спрашивает, а что скажете про Artcraft по 3D-скульпту? Там достаточно доступная цена. Вот думаю, что можете сказать про них, если был какой-то опыт или отзывы от знакомых. Проходил кто-нибудь? Не, не было. Да, я тоже не могу, к сожалению, тебе подсказать, дружище. Увы. Увы. Евгений Дибров. Крутой канал в студии Олега Тарапыгина. Академически рассказывает, как все делается. Там рисунок, скульптура и анатомия. Тоже ничего не можем... Ну, я, по крайней мере, не могу сказать. Вы знаете канал, ребят? Тоже, увы, дружище, не подскажем. Не подскажем. Вот я в жизни, кстати... Вот в жизни у меня с акульптурой не сложилось, кстати говоря. Вот не то, что не сложилось, я не очень люблю это делать. Почему? Не знаю почему. Да потому что нет возможности нажать симметрию. И скульптись сразу с двух сторон. Говоря про скульптуру, у меня в свое время не сложилось с традиционной скульптурой, потому что я была в очень плохой форме, поэтому я поступала на живопись. В смысле? В смысле? Ты была в плохой форме? В прямой. Я тянула как бы мелкую пластику, то есть лепить что-то не большое, а вот, ну, станковую скульптуру, то есть бошки в натуральный размер, на тот момент, ну, мне было просто плохо от этого всего. То есть я пытаюсь лепить, у меня руки устают, у меня все устает, я там потаскаю что-нибудь туда-сюда, у меня тоже плохо. Вот. Сейчас так было получше, но тогда это было прямо очень незаметно. Интересно, интересно. У меня скульптура была вот только в универе, но она была специфичной, потому что мы в основном делали всякие... Розетки, да? Да-да-да-да, то есть это, честно говоря, не очень как-то могло, в принципе, повлиять на какое-то суперхудожественное видение, и то мы лепили его с... Ну, нужно было повторить, грубо говоря, нам ставили розетку, ну, повторяли. Была у нас голова, но, скажу честно, опыт остался негативный, вот, потому что к голове что-то совсем не сильно придирались, и как ее лепить особо и не рассказывали. Так что как-то... Кстати, ребята, по поводу... По поводу ресурсов, вот, все сказали, самое главное, забыли. Лиза меня убьет, я сама себя убью, ребята. Сиджи и Лайз, друзья. У нас очень много всякого и на канале, и на Ютубе, и, собственно, в группе ВКонтакте. Полистайте, у нас, ребята, постоянно что-то выкидываете. Выкидывают и переведенные курсы, вот, и по блендеру, и по зебрашу, в общем, кто на что в гораст. Так что обязательно заглядывайте, это важно. Я, кстати, наблюдающий за Настей, очень интересный способ делать десны. Я такой вижу впервые. Ты, получается, просто что, Мэш натягиваешь поверх зубов, или... Да? Я не знаю, как еще. А какие еще есть способы? У нас есть зубной сомелье. Ну, я отдельно просто зубы лепила. А, ну, типа, здесь стилизация, поэтому нет смысла их отдельно делать. Выглядит круто. Да, выглядит хорошо. Я, честно говоря, даже удивлена, когда ты начала вот просто обрисовывать, так сказать, контуры. Я думаю, прикол, что получится. А вот так и получилось даже ничего. Здорово. Не знала. Я вот... Я в восторге. Спасибо. А вот мы наконец-то поняли, кто ты, Оля, в нашей компании. Теперь у тебя есть официальный титул. И это здорово. Вы, кстати, ходили, девчонки, в какую-нибудь художку там, например? Да. Что это такое? Я там... Ну, у нас в поселке, как только вообще открылась художественная школа, ну, именно по рисунку, я прям сразу туда побежала, поскакала. Расскажи об этом. Сколько училась? Чему училась? Не жалеешь ли ты? Да. Вообще, это было очень здорово. Ну, наверное, что-то... Ну, определенно что-то дало. Вот. Спустя годы я даже не скажу, там, насколько это по качеству было, но без этого, скорее всего, я бы столько не знала. И я сначала ходила, у нас были, короче, в школе, в поселке, а потом там почему-то закрылась, и надо было ехать в соседний поселок. Так что у меня еще каждые, там, несколько дней в деньелю были поездки. И потом, я еще когда закончила, я просто по фану туда ездила. Мне нравилось рисовать, сидеть. Слушай, здорово. Оль, расскажи-ка нам. Ну, я ходила в художку, потом я заканчивала художественный колледж. Ну, про колледж мы знаем, да, ты рассказывала. А вот расскажи про художку, что там было-то вообще? Ты у себя там, ты всю жизнь, получается, в Минске живешь, правильно? Ну да. Так, ну-ка рассказывай, что там за художка в Минске, интересно. Ну, художка и художка, самая обычная. Сидят десятилетние девочки, натюрморты рисуют. У меня художка отбила любовь к натюрморту. Не, мне наоборот очень нравилось писать всякую фигню гуаши. У нас в чате пишут, Ольга латентный дантист, а я латентный мамолог. Ну, в смысле я. Нет, если про Олю я соглашусь, про меня вообще не угадал, дружище. Я грудь терпеть не могу. Я всегда думала, что это прекрасная часть женского тела, но нет, я разочарован. Вот, так что нет. Кстати, интересно, ребята, вот пишут, что земляки из Минска. Кто у нас еще из Минска? Отпишитесь. Интересно, как сильно нас разбросало. Еееей, ты глинечка. В чате нам пишут, скульптура помогает только пониманию форм, но лепить износящий глины и лепка в зебраш это разные вещи. Но, да, мне кажется, что да. Мне кажется, что понимание форм, оно как-то, не знаю, лучше качается в традиционной скульптуре. Все-таки в браше мы на экран смотрим, а не на реальный объем. Ну, это так, и мхо. Что ты думаешь, Настя, об этом? Мне кажется, в целом можно и без традиционной скульптуры, но она лишней прям точно не будет. Если есть возможность, лучше попробовать. К тому же это развивает мелкую моторику рук, что при нашей работе. Да, это, кстати, действительно важно. А вот, кстати, моторика рук. Сейчас будет очень глупый вопрос. Болели ли у вас руки, девчонки, от... Болели. Особенно, когда вот я медполе занималась. Вот там прямо от этих кликов мышкой вообще. Просто в шоке были пальцы. Кисти вообще, все было в шоке. Все было в шоке. Ольга? Честно, мне это как-то страной обошло. На самом деле, тебе повезло, потому что, насколько я слышала истории, это очень неприятное явление. Ну, вот от планшета такого не было. Может, у кого-то от планшета такое бывает? Нет, вообще, от тритопа, да, от работы с мышкой, они не болят, но именно, что чувствуется какая-то усталость, или что, так знаешь, немного свело где-то мышцы. Вот что-то такое может. Угу. Ну, кстати, а пользовались ли вы их всякими перчатками для пальцев, вот эти вот, которые защищают от взаимодействия с планшетом, вот такие всякие фич пробовали? Так, слушай, это же больше просто, чтобы твои потные лапки, типа, к экрану не прилипали. Мне казалось, это для этого, для работы с синтиком, например. Ну да, это ближе к этому. Ну, блин, просто мои лапки не прилипали к планшету. Ну, мои тоже. Ну, я и не на синтике работаю, а просто. Ну, тоже верно, да, тоже верно. Так пандер можно купить. И сидеть, жмякать его. Ну, в целом, наверное. Мне кажется, пальцы должны потеть, собственно, от этой перчатки, нет? Она просто такая плотненькая, прям как-то это, не знаю. Да, но это же просто не про туннельку, а именно что про то, чтобы синтика не пачкать. Или там... Ну, наверное, да. В принципе, экранник. В чате вопрос. Собственно, туннельный синдром часто встречается среди 3D-шников от Сергеевича? Ну, за всех говорить, наверное, не получится, но вот недавно читала, что у Вадима Бахлачева было такое. Типа жаловался, что схватил туннельку. Ну, я, кстати, думала, что это всё-таки относится к ребятам, которые работают с мышкой, правильно? Ну, мне тоже кажется, что больше от мышки такое. Ну да, да. Потому что за планшетом я намного дольше и лично у себя не замечала усталости такое. И боли каких-то в руках. Ну, да. Ну, за себя могу сказать, что было неприятно, когда только садишься за планшет. Когда ты всё это не привык. Вот. И тебя пальцы немножко офигевают. Вот. И первое время так ручки немножко адаптировались. Вот. Но, в целом, как бы, ничего такого. Туннельки никогда не было. Ну. Надеюсь, это вас избежит, ребят. Это неприятная штука. Иван Ядыкин. Вопрос. Стоит ли переходить с планшета на экранник? Даёт ли он какой-то буст или, если привык уже к планшету, то не стоит? Ну, Вань, как и сказали, мы не работаем с экранниками. Или опыт был, девчонки? У меня только этот iPad. Я на нём рисую. И рисовать на нём, конечно, супер удобно. Именно даже, ну, как, наверное, и в любом экраннике. Угу. Когда ты смотришь и в экране рисуешь. Короче, это удобно и, не знаю, классно, приятно. Ну, я думаю, что в любом случае к этому стоит, ну, тебе придётся к этому привыкать. Потому что, если ты уже научился на планшете, вот, мне кажется, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, правильно? Ну, со скриптом, думаю, да. Мне так кажется. Вот. Ну, экранники, плюс, они же достаточно, ну, они дороже сильно, чем планшеты. Нет, ну, почему? Сейчас много аналогов. Наполню себе по цене. Ну, какие, например. Просто планшет Bamboo, на котором внезапно скуптят некоторые мои ребята, которые очень давно в 3D, он стоит 500 рублей, как бы. Ну, да. Ну, вот. Ну, вот. Так что... Сравнений, конечно. Вот. Если сильно хочется, то отказывать себе, наверное, не стоит. Но, вообще, я считаю, что надо попробовать, прежде чем что-то покупать. Угу. Как-то где-то, вот, попытаться это перехватить. Я как раз вот наблюдаю за твоей работой, Настя. Так, я, наверное, кажется, топчусь на месте. Есть такое. Я предлагаю заняться курткой. Курткой? Сейчас я сделаю парочку завязочек. Так. И займусь курточкой. Кстати, сколько мы уже времени сидим? Мы сидим уже 2 часа. Так. Значит, у нас еще часик есть. Мы уже почти 2,5 сидим. 2,5. У нас где-то полчаса еще. Да, мы сидим 2,5 часа. Вот и время пролетело. Да, нужно будет уже скоро закругляться. О, черт. Что-то я думала, я буду пошустрее. Я, на самом деле, знаешь, что предлагаю? Сделать завязочки и сделать ей кулон. Давай. А на следующем с курточкой будем. Следующий стрим, ребята, у нас, кстати говоря, будет завтра. Я думаю, что примерно в это же время. Но мы, конечно, выкинем анонс. Поэтому следите. Будем доделывать нашу девчулю. Давайте дадим ей имя какое-нибудь. У меня вот есть какая-то дурацкая привычка. Я люблю как-то что-то вкладывать в наши скрипты. Давайте придумаем ей имя. Есть идеи? Рассматриваю предложения. Ребята, подскажите нам. Чат, напиши нам что-нибудь. Мы рассмотрим самое лучшее. Нам нужно. В прошлый раз мы искуптили демона Иннокентия. Нам просто не обходило. Не обходило. А вот, кстати, девчонки, вот такой вопрос. Я думаю, что это больше, наверное, к новичкам относится, а не к ребятам, которые давно скриптят. Но я думаю, что все равно будет интересно. Чат, мы женщину скупьте. Женщину. А что такое? Алексей и Игорь не подходят. Это нам хорошее предложение. Ну, нет, тоже, конечно, верно. Так, дойдемся к вопросу. Вот, расскажите, пожалуйста, о восприятии своих моделек. Что я имею в виду? Вот, со временем, я так понимаю, когда ты много работаешь, для тебя моделька, это чаще всего, ну, это работа. Ее нужно сделать хорошо, и ты просто работаешь. Но часто ли бывает, что вы скрутите что-то, что вам настолько нравится, что вы подсознательно начинаете продумывать какие-то истории. Да. Или, может быть, давать имена. Расскажите об этом. Какая у вас самая любимая вообще? Есть вот что-то такое особенное, прям, вот к сердцу близкое? Расскажите. Ну, вот, у меня вот эта вампирша, которая последняя работа. Ооо. Я прям... Вообще... Я ее... Да-да-да, мы ее оценили. По ней видно, что с любовью делаю. Расскажи о ней. Что ты вообще... Что было в твоей голове? Я сейчас все буду пшик к ней. Это писяк бегает. Вообще... Это тоже там, кстати, по-моему, у меня даже на стейшене внизу есть скетч, который я нарисовала и с этого скетча плясала. Он прям супер быстрый. То есть просто в голове возник образ. Я его накидала и такая, думаю, я должна это заскупить. И все понеслось. И действительно прям... Как будто мультик с этим персонажем. Ничего в них нет. Но она хороша, надо признать, она действительно хороша. Я вижу, ты ее назвала Дива. У них есть имя? Скажи нам. Дива, да. Я думаю, как имя это звучит прикольно. Ну, она хороша. Спасибо. Она прям хороша. Я к тебе потом немножко пристану. Удаля от чужих глаз. Я спрашиваю, как ты сделала такие волосы, потому что они хороши. Вот таким же способом, как я сейчас делаю. Угу. Угу. Так что, ребята, отматывайте стрим. Смотрите. Просто... Вот так, кстати. Не знаю, мне почему-то нравится вот такой метод. Типа... Растраиваешь... А можешь показать еще раз медленно одну прядь? Сейчас покажу. Ну, и как бы озвучивай то, что ты делаешь. Окей. Я сделаю ей шейник. Собственно, прям один в один метод. Только. Ну, да. Матерные. Иногда у нас иди. Ну, по сути, да. Я думаю, что можно не показывать. Ты действительно тут все показала. Вот это топало... Топало джакистя. Все. А, кстати, вопрос. Что ты с телом решила в итоге? Мы его сразу поставим в позу или нет? Да, я думаю, на следующем стриме сразу же этим займемся. И я постараюсь это сделать быстренько. Угу. Угу. Потому что больше... Ну, практически все тело у него скрыто. Там можем закрыть глаза на всякие условности. Угу. 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 Окей. Оль, пока скульптим, давай, твой черед. Расскажи про свою модельку любимую. Нет такой. Как так? Ну, вот так. Нет такой. Ничего себе. Вот, бывает и такое. А, нет, 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 есть. Но ее настоящие нет. Это маленькая такая лягуха стилизованная. Хотите, закиню. Давай. Сейчас найду. Закинь в Дискорд. Мы можем ее показать? Да, давай. Сейчас закину. Закинь тогда к нам и Настюк, зацени, пожалуйста, открой ее, чтобы ребята тоже увидели. Угу. 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 Это мой Магнус. Угу. Угу, я ничего лучше в жизни не создавала, я не создам. Можно умирать спокойно. Ой, какой хороший, посмотрите. Угу. Угу. Она хороша, действительно хороша. Прям видно, что с любовью. Да, она прям милашечка. Замечательно. Хороша, хороша. Это так для себя получается, да? Нет, я могу скинуть, для чего это было. Это тоже в Дискорд. А ну-ка, давай. Показать можем? Ну, на Station это есть, так что, наверное, можете. Угу. Это вот для этой сценки. Там такая маленькая лягуха висит. Хм. Сейчас зацен... А-а-а, нифига себе. Прикол. А ссылку в этот... Хотела одна сейчас открывать тоже. Прикольно, прикольно. Ну, она там маленькая, незаметная почти, ну вот. Ну, тем не менее. Зато с какой любовью. Да, это прям вообще душевно. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так. Ребята, давайте почитаем немножко наш ZBrush. ZBrush. Господи. Чат. Чат, прости меня, пожалуйста. А-а-а. Так, отматываю. Так, вот он наш Алексей и Игорь. Наташа. Сара. Геннадий. Хорошо. Барбариска. Алёша. Алёша. Причём, кстати, ребята, даже внизу там, по-моему, дописали, что есть такая актриса Алексей. Ксенька. Клава. Клава. Клава Кок. Билл Харрингтон. Зибраша. Диана. Оля. Внезапно. Ну, кстати, чё нет. Вот Алексей Норм пишет. Есть американская актриса Алексей Арчер. Ну, Алексей, кстати, звучит прикольно. Лёха Лук. Лёха. 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 Лёха Лук. Ну что, девчонки, зацепило ли что-нибудь в вашу душу? Мне Лёха нравится. Лёха. Я думаю, что можно оставить. Её могут формально называть Александра. Ну, кстати, да. Да. Вполне себе. Александра, Алексей, Лёха. Ну, он же Гога. Да, 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 да. Вот это всё фигни. Ой, хорошо. Я думаю, что мы определились. Нашу невероятную женщину зовут Лёха. Прекрасно. Теперь мы стали немножко ближе к ней, а она к нам. Пикник у нас спрашивает. С моделирования сложно будет пересесть на скульптинг? Ээээ. Типа с форшопа? Не понял. Да, вот я что-то тоже не поняла вопрос. Уточни, пожалуйста, дружище. Что ты имеешь в виду? Вопрос поставил. Обычно меня немножечко в замешательство. Ну, моделирование, наверное, в мае. Типа только hard surf, я так понимаю. Ну, моделирование, я так думаю, что это полигональное и на скульптинг, собственно, пересесть. Правильно? Да. Я думаю, что так. Типа классическое моделирование и скульптинг. Сложно ли? Я думаю, что сложно. Да, потому что скульптинги, конечно, ну, совсем по-другому. Ну, да, да. Это немножко разные скиллы. Вот, я думаю, что как-то переучиваться или доучиваться все равно придется. Профессор Зулу, можно еще одну грудь добавить? Нельзя. Зачем? Зачем? У нее все тут нормально. Хороший вопрос. Зачем? Я тоже так считаю. Если бы она была инопланетянкой какой-нибудь, возможно, можно было бы подумать над этим. Но ей это ни к чему. Тоже верно. Можно ссылочку на стейшн спикера? Диорама с деревом. Так это не спикер. Ну, не совсем спикера, это наш следущий. Вот. Но, а я не знаю, а как мы сможем отправить? В чат, по-моему, нельзя. В чат нельзя отправлять ссылки, ребята. У тебя есть? У тебя же на стейшн это лежит, правильно? Нет, не на моем стейшн, я только лягуха. А, твоё. О. А, всё, поняла. Это диорамка, которую я делала чисто лягуху. Угу, понятно. Ребят, наверное, не сможем. Но я могу кинуть имя художника, чья это диорама. О, давай, давай, давай. Давай. Я думаю, что найти не составит труда. Да. Да. А Настюха уже почти доделала кулончик. Вот как быстренько. Ответь спрашивает. Да то есть 3D-дизайнеры персонажей Глина Мьесы? Немножко. Как будто что-то плохое. Ну да, как будто бы это... Что ты имеешь в виду вообще? Такие-то заявления. Мы тебя не поддерживаем. Суждаем. Да. Глину месить сложно. Ещё как. Не нам вопрос был, правда, адресован, но я всё равно отвечу. А так что да. Согласна. Вы, кстати, имели дело со скульпингом украшений, девчонки? Нет. Угу. Ну и ладно. Ну и не будут тогда у вас спрашивать про них. Когда-то в детстве у меня были мысли с ювелиркой работать. А почему они? Ага, давай. Короче, когда-то я слепила себе брошку. Это считается. Из чего? Из глины полимерной? Ну да. Кайф. Да, это кайф. Круто. А почему, кстати, Настя не пошла с ювелиркой? Да, это просто поиски себя были в детстве. Поэтому. Угу. Типа, ну опять же, я долгое время вообще не знала, что мне делать. У меня вообще в мыслях было и ветеринарное дело. Наверное, как и у многих. Многие проходили через это. И вообще в целом в медицину. Но с химией вообще не сложилось. И слава богу. Химия это да. Химия это прям неприятная вещь. Согласна. Я вот, собственно, я, кстати, тоже хотела на врача. Но я правда на хирурга хотела. Либо на нейрохирург. Но химия сказала, что я не хочу. Поэтому пришлось отставить эту затею. Ну что, девчонки? Мы все? Ааа, ты уже сохраняешься? И я вот прям последние штифочки делаю. Давай. Да. Я думаю, что мы сегодня достаточно провели время. Вот. Мы провели его хорошо. Это самое важное. Вот. Я надеюсь, что все провели ее с большим удовольствием. Да, Владис, сегодня одни девушки на стриме. Как будто что-то плохое. Да у нас уже и до этого было такое. Да-да-да. Когда вот Захария с нами... Да-да-да. Кто стримит? Главное, что хорошо стримит. Ну, надеюсь. Иксметр Тедед спрашивает, когда на лайтстриме будет скутить Анастасия Виноградова? Когда-нибудь этот день случится, ребята. Когда-нибудь. Шампанское. Я буду стримить на первый год лайтстримов. 8 января. Так, я надеюсь, что это никто сейчас не запомнил. И потом люди предъявят, мне скажут, что я не держу свое слово. Записали. Гуд бой у нас. Так вы не в геймдеве. А ты не выпендривайся там. Понял? Мы как раз в геймдеве. Девчонки точно. Я еще, возможно, так. На полшишки. А вот девчонки уже прямо-таки уверенно в геймдеве. Так что не надо. Не надо тут. Не надо, ребята. Ну что? Настюх. Там. Закрепляемся? Покажи нам нашу Леху. Поставь ее в какую-нибудь. Сейчас. Отдали ее, чтобы было видно объем работ. Сейчас, секунду, секунду. Давай посмотрим на нее. Сейчас, секунду, секунду. Ну что? Мне кажется, мы очень круто провели время, девчонки. Я надеюсь, что завтра мы тем же составом продолжим. Анонс мы обязательно выложим. Чат, зрители. Спасибо, что вы с нами были все это время. Очень здорово, что вы нас поддерживали. Вот. Я надеюсь, что мы все что-то вынесли из сегодняшнего разговора. Еще раз всем спасибо. Девчонки, попрощайтесь с нашими зрителями. Спасибо всем, что смотрели. Хорошего вечера вам. Да, всем отдохнуть хорошо. Воистину, воистину. Ну что, ребята, пока. Спасибо за просмотр. Увидимся завтра. Пока-пока. Пока-пока.